книга открытым оком том 23 вопрос 3566 тема смерть насколько истина то что рассказывают обмиравшие и почему многих побывавших в лапах у смерти настолько разные видения и поясните о видениях в других религиях отвечает Игнатий Тихонович Лапкин про вернувшихся после клинической смерти море светильств и здесь барнауле как пишут было чудо когда клава устюжанина воскресла в 10 томе открытым оком вопрос 2368 не посчитайте за труд прочитать мой ответ в книжке аллы добросовских по следам барнаульского чуда есть в конце приписка на странице 245 цитата мы просим откликнуться не только очевидцев но и родных и знакомых всех кто знал Клавдию Никитичну был у неё у кого сохранились какие-то записки документы свидетельства будем молитвенно благодарны каждому кто откликнется на адрес издательства конец цитаты в этой книжке очень тепло отзываются лично о мне называя все точно я им послал большой материал о том как я встречался с Клавдией был у нее дома не раз дал анализ этого феномена приложил много материала религиозного посланное издательство но мне так и не пришел ответ в течение трех с лишним лет ни звонка ни звука почему про Клавдию в этой книжке 186 страниц а далее приложение о том как воскрес после аварии протоиерей михаил овчинников который составлял материал по брошюре жизнь и смерть и он ссылается на серафима роуза на святых отцов и на мытарство феодоры этому возвращенцу с того света посвящено 33 страницы про монахиню антонину умершую при операции на головном мозге ожившую 11 страниц про милиционера бориса пилипчука умершего от инсульта 10 страниц перечитал массу подобных свидетельств и не нахожу чтобы не верить рассказанному но вот что эти воскресшие видели были ли это их знакомые умершие ангел или божий или под видом их была нечистая сила если тогда когда мы находимся в более или менее изученной среде в этом теле и так легко враг обманывает людишек что видно по житиям святых то чего вражина не сделает тогда когда душа находится вне тела в совершенно незнакомой среде в необычной сфере где все ей в нове в нове серафим роз убеждает не верить что все именно так как видится обмиравшим враг силен и хитер эфесянам 22 в которых мы никогда жили по обычаю мира сего по воле князя господствующего в воздухе духа действующего ныне в сынах противления верить всему что увидел в загробном мире может только человек не знающий священного писания даже в этой жизни я златоуст умоляет не верить явлениям неизвестных ангелов чтобы не ошибиться газета жизнь номер 1 20 марта 2003 года страница 10 поместила статью восставшие из гроба про игумена петра кучинского воскрешившего он умер от голода будучи еще мальчишкой простите так поместила статью восставший из гроба про игумена петра кучминского Минского воскресшего. Он умер от голода, будучи еще мальчишкой. Можно и ему поверить во всем, кроме определения того, святые ли ангелы были явлены или нечистые. 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид ангела света. Во всех религиях мира были умиравшие и воскресавшие, и этим те люди еще более утверждались в своем заблуждении. 3. Проверять можно только священным писанием. Но верите ли вы всему, что говорит Библия? Древние люди, и при том даже мудрецы иудейские, задумывались над этими случаями, но ответ не находили. 3. Экклесиаз 3.21. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли внизу в землю? 4. Показывают фильм «Возвращение из ада», будто бы все это было после смерти. 5. Поверить можно всему, кроме определения существ, которые являлись душем умерших. Под видом знакомых или ангелов вполне мог быть дьявол и даже очень на то похоже. 5. Книга Откровения 12.9. «И низвержен был великий дракон, древние змеи, называемые дьяволом и сатаною, обольщающие всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». 6. Если мы верим точно по Библии, приняли Христа верою, как Спасителя мира и моей души, то для чего мне нужно знать то, о чем конкретно в Библии нет ни слова? 7. Для чего любопытничать о загробном мире, если у нас есть уже принятые рассказы, видения и оставленные в житиях святых, которые далеко не сходятся с написанным в Библии? 7. Откровение 12.12. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». 8. Если бы нам нужно было для спасения знать, что мы должны увидеть после смерти, то разве бы любящий Бог, оберегая нас от дьявольских ухищрений, не рассказал бы нам в Библии обо всем этом? 9. Вызвана была душа Самуила, но и сегодня многие считают, что это сам дьявол был под образом Самуила. 10. Про грешников известно, что они мучаются в огне, а праведные утешаются. 10. Евангелие от Луки 16.25. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». 11. И известно, что участь эту не дано изменить никому. 12. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. 12. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. 13. Иоанн видел, что души умерших живые, мыслят, знают, что на земле происходит, и они там молятся Богу и Его. 14. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». 15. И сказал Оня, «Это братолюбец, который много молится о народе и святом городе, Иеремия, пророк Божий». 15. И Давиду, пророку, было неясно, как он будет после смерти. 16. Псалом 29.10. 16. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? 17. Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? 17. Прочтем еще раз, как наставляются православные по житиям святых, а потом послушаем и сектантов. 18. С Дик Василием я встречался два раза, а потом мы послали к нему Алексея Егоровича Матюшина с магнитофоном, и он его записал. 18. Речь с большим акцентом, так что пришлось кое-где выправлять падежи и склонения. 19. И еще несколько сектантских свидетельств. 20. Если мы будем непредвзвяты, то, сверяясь с Библией, должны признаться, что сектантские видения во много крат более сходятся с Библией, чем православные. 20. У сектантов есть и призыв читать Библию, о которой у православных нет нигде и ни у кого ни полсловечка. 20. Жития святых 26 марта. Житие Василия Нового. Страница 501-552. Десятый век. 21. Почти одновременно с описанными событиями блаженная Феодора, которая прислуживала преподобному Василию, приняв иноческий чин, приставилась ко Господу. 22. Все почитатели преподобного, узнав об этом, опечалились, так как блаженная жена была предцветым старцем ходатайца изо всех приходящих к нему. 23. Она всех с любовью принимала, всех утешала своими кроткими речами, была милостива, христолюбива и целомудрена, а также исполнена духовной премудрости. 24. Григорий воззаимел сильное желание узнать, где находится по представлению своем Феодора на десной или на девой стороне с праведниками или с грешниками. 24. Исподобилась ли она получить от Бога... 25. Простите, где находится... 25. На левой, наверное, Сергей Павлович. 25. Громче. 25. На левой стороне, наверное, да? 26. Наверное. Ну, смысл, да, на десной, на правой или на левой стороне с праведниками. 26. Исподобилась ли она получить от Бога милость или какую-нибудь отраду за свою усердную службу старцу? 27. Помышляя об этом, он часто молил преподобного Василия, прося его поведать о душе почившие Феодоры, ибо Григорий веровал, что святому угоднику Божию открыто все о почившей. 28. Насаждаемый частыми просьбами, святой старец, не желая отказом опечалить своего духовного сына, помолился Господу, прося его открыть Григорию в видении о том, что стало с душой Феодоры по представлению ее. 29. В следовавшую затем ночь Григорий в сонном видении сподобился увидеть блаженную Феодору светлой обители, которая была уготована Богом преподобному Василию. 30. В сей-то обители небесную славу озаренной и неизреченных благ исполненной, блаженная Феодора молитвами угодника Божия и была водворена. 31. Таким образом, кому она усердно и трудолюбиво служила всем мире, в обители того сподобилось пребывать в жизни вечной по его святым молитвам. 31. Увидев ее, Григорий возрадовался и насладился продолжительной беседой с нею, как будто бы он говорил с нею наяву. 32. Григорий спросил Феодору, как она разлучилась от тела, как претерпела смертные страдания, что видела по своей кончине и как миновала воздушных духов. 33. Она же начала передавать ему следующее. 34. Чадо Григорий, о страшной вещи спрашиваешь ты меня, о которой даже ужасно и вспоминать. 35. Видела я лица, которые никогда не видала ни раньше, ни после. 36. Слышала речения, которых никогда не слыхала до этого. 36. И что я расскажу тебе? 37. Тогда предо мной предстало все то лютое и греховное из дел моих, о чем я позабыла, было. 37. Но молитвами и помощью отца нашего преподобного Василия все это не было вменено мне и не удержало меня от входа в эту обитель. 38. И что я скажу тебе, чадо, о болезни телесной, о жесточайших страданиях, которые претерпевают умирающие? 39. Подобно тому, как если кто-нибудь, брошенный в сильный пламень, горя, как бы истоевает, обращается в пепел, так и болезнь смертная разрушает человека. 40. Воистину люта смерть для подобных мне грешников, ибо истину говорю тебе, что и я была делательницей грешных дел, праведных же дел своих я совершенно не помню. 41. Когда я приблизилась к концу жизни моей, и настал час разлучения души от тела, увидела я множество эфиопов, стоявших вокруг одра моего. 42. Лица их были черные, как сажа и смола, очи горели, как угли огненные, и весь вид их был столь же страшен, как вид огненной гиены. 43. И начали они производить шум и смятение. 44. Одни ревели, как скоты и звери, другие лаяли, как псы, некоторые выли, как волки. 45. При этом все они с яростью, смотря на меня, грозили мне, набрасывались на меня, скрижища зубами, и хотели тут же поглотить меня. 45. Приготовляли они их хартии, как бы в ожидании судьи некого, имеющего прийти туда, и развертывали свитки, на которых были написаны все злые дела мои. 46. И была убогая душа моя в великом страхе и трепете. 47. Тогда претерпевала я не только муки смертные, происходившие от разлучения души с телом, но также жесточайшее страдание от видения тех страшных эфиопов и грозной ярости их, и это было для меня как бы другую смертью, более тяжкую и лютую. 48. Я старалась отвращать взор моего от видения то в одну сторону, то в другую, чтобы не видеть мне страшных эфиопов, не слышать голосов их, но никак не могла избавиться от них, ибо везде было их бесчисленное множество. 49. И не было никого, кто бы помог мне. 50. Уже изнемогая совершенно от таких страданий, я вдруг узрел от двух светоносных ангелов Божиих, которые явились ко мне в образе прекрасных юношей, красоты коих описать невозможно. 50. Лица их были светлее солнца, они ласково взирали на меня, волосы на головах были белые как снег, вокруг голов 50. Разливалось златовидное сияние, орежда у них блистала, как молния, и была на груди крестообразно опоясана золотыми поясами. 51. Приблизившись к одру моему, они стали направо от меня, тихо беседуя друг с другом. 52. При виде их я возрадовалась и смотрел о них с умилением сердечным. Черные же эфиопы, увидев их, содрогнулись и отступили подальше. 53. И вот один светоносный юноша гневно сказал им, «О, бесстыдные, проклятые, мрачные, злобные враги рода человеческого! Зачем вы всегда поспешаете преждевременно к умирающим и своим бесстыдным шумам устрашаете и смущаете всякую душу, разлучающуюся с тела? 54. Но теперь прекратите свою радость, так как здесь вы не приобретете ничего. Вам нет какой-либо части всей душе, потому что с нею Божие милосердие». 55. При таких словах светлого юноши эфиопы тотчас же взволновались и начали с криками показывать написание злых дел моих, соделанных от юности. 56. Как так мы не имеем в ней части? А эти грехи чьи? Не она ли соделала это и это? 57. Так говоря, они стояли в ожидании смерти. 58. И вот пришла смерть, рыкая как лев вид ее. 58. Был очень страшен. Она имела некоторое подобие человека. 59. Но тело совсем не имела и была составлена из одних только обнаженных костей человеческих. 59. С собой она несла различные орудия мучений. 60. Мечи, стрелы, копья, косы, серпы, железные рога, пилы, секиры, тесла и иные орудия неизвестные. 60. Увидев все это, смиренная душа моя затрепетала от страха. 61. Святые же ангелы сказали смерти, что медлишь, разреши душу сию от уз плотских. 62. Скоро и тихо разреши, ибо она не имеет много греховных тяжестей. 63. Тотчас же смерть приступила ко мне. 63. Взяв секиру, отсекла сперва ноги мои, потом руки, затем припосредствии другого орудия все остальные части моего тела разрушила и члены от составов отделила. 64. И не имела я ни рук, ни ног, и все тело мое омертвело. 64. Смерть же взяла и отсекла голову мою, так что я не могла повернуть головою, и она была мне чужою. 65. После всего смерть сделала раствор в чаше и, преподнеся его к моим устам, напоила меня. 65. И столь горек был раствор тот, что душа моя не имела сил стерпеть горечи, содрогнулась и вышла из тела, как бы насильно оторванная от него. 66. Святые ангелы точно же приняли ее на руки свои. 66. Взглянув назад, я увидела тело мое, лежащее бездушным, бесчувственным и недвижным. 67. Совлекши его, как совлекают одежду, я смотрел на него с безмерным удивлением. 67. В это время бесы, явившиеся в образе эфиопов, обступили ангелов, державших меня, и начали вопить, показывая описание грехов моих. 68. Множество грехов имеет душа эта, поэтому пусть даст она ответ пред нами. 69. Святые ангелы начали тогда отыскивать жизни мои добрые дела, и с помощью Господа Бога, благодатью коего я творила добро, обрели их. 69. Они приводили на память все, что только я творила доброго. 69. Когда давала милость и неубогим, когда накормила алчущего, или напоила жаждущего, или одела нагого, или приводила в дом странника и упокоивала его, или служила святым, когда я посещала больного или заключенного в темницу и помогала им. 70. Они припоминали, когда я с усердием приходила в церковь, и с умилением, и сердечным сокрушением молилась там, слушая со вниманием пение и чтение церковных молитв и песнопений. 71. Когда приносила в церковь фимиамы, свечи или иное какое-нибудь приношение, или вливала деревянное масло в лампады, чтобы они теплились пред иконами, или с благоговением лобызала самые честные иконы. 71. Они приводили на память, когда я воздержанно проводила время, и когда по средам и пятницам, и во все святые посты постилась, и сколько творила поклонов, и простаивала ночных бдений. 72. Они указывали на то, как я сокрушенно стенала о грехах своих и плакала иногда о них по целым ночам, как исповедовала грехи свои Богу и с сокрушением каялась в них пред духовным Отцом Своим, удовлетворяя своим сокрушением и сердечным раскаянием правде Божией. 73. Они припоминали все, что я творила доброго ближним моим, как я на враждующих против меня не гневалась, как терпеливо сносила всякую досаду и акваризну себе, не помнила зла и воздавала за зло добро, как я при нападках людей на меня смирялась, как я болела сердцем и скорбела о чужой беде, как подавала кому-нибудь руку помощи или споспешествовала кому-нибудь. 74. Припоминали они, что я часто отвращала очи свои от суеты, удерживала язык свой от клятвы, лжи, клеветы и всяких суетных слов. 75. Все это и все другие малейшие и добрые дела мои святые ангелы собирали, готовясь положить их на весы против моих злых дел. 76. Эфиопы же, видя это, скрежетали на меня зубами, желая похитить меня из рук ангельских и низвести на самое дно ада. 77. В это время неожиданно явился там преподобный отец наш Василий и сказал святым ангелам, 78. Властелины мои, сия душа много послужила мне, угождая моей старости. Я молился Богу о даровании мне ее, и Господь не спасал мне сию душу. 78. Сказав это, он вынул из-под одежды своей мешок, чем-то наполненный, думая, что в нем было одно чистое золото, и дал его святым ангелам, сказав при этом, 79. Когда вы будете проходить воздушное мытарство, и лукавые духи начнут истязать душу сию, вы искупите ее этим от долгов ее. 79. Благодатью Божией я богат и много собрал сокровищ трудами и потом своим, и вот я дарю мешок душе сей, послужившей мне. 80. После этих слов он отошел. Лукавые же бесы, видя это, пришли в недоумение, а затем, огласив воздух плачем, скрылись. 80. Между тем, угодник Божий Василий снова пришел и принес с собою много сосудов чистого елея и мира многоценного. 81. Открывая сосуды один за другим, он возливал елей и мира на меня, так что я исполнилась духовного благоухания, и вместе с тем изменилась и стала светлым существом. 81. Преподобный же Василий снова сказал святым ангелам, «Ладыки мои, после того, как совершите все необходимое для души сей, введите ее в уготованную мне от Господа обитель, и пусть она пребывает там». 81. Сказав это, святой стал невидим. Ангелы же взяли меня и понесли по воздуху на восток. 81. Когда мы поднимались от земли к высоте небесной, нас встретили сначала воздушные духи первого мытарства, на котором судят за грехи языка, за всякое слово праздное, бранное, бесчинное, скверное. 82. Тут мы остановились и бесы вынесли к нам свитки, на которых были написаны все легкомысленные слова, сказанные мною от юности. 83. Все, что я говорила неразумного и скверного, особенно же кощунственные и смехотворные речи, которые я допускала произносить в юности, как это бывает у многих. 83. Предстали предо мною там все мирские и бесстыдные песни, которые я пела когда-то. 84. Все бесчисленные восклицания мои, все мои легкомысленные речи, и бесы обличали меня всем тем, указывая времена, места… 84. И бесчисленные, Сергей, не бесчисленные, а бесчинные. 85. Да, пела когда-то все бесчинные восклицания мои, все мои легкомысленные речи, и бесы обличали меня всем тем, указывая времена, места и лица, когда, где и с кем я предавалась суетным беседам и прогневляла словами моими Бога, 85. Не вменяяя себе того в грех и не исповедываясь в том пред Отцом Духовным. 86. Видя все это, я молчала, как безгласная, потому что не имела что-либо сказать лукавым духом. 86. Они обличали меня вполне справедливо. 87. Я удивлялась, как они ничего не забыли, ибо много лет прошло с тех пор, как все эти грехи были соделаны мною, 87. И я давно забыла о них и никогда не помышляла о содеянном в уме своем. 87. Они же приводили все слова мои, как будто они были только что произнесены мною, все подробно и до тонкости припоминая, как оно и было в действительности. 88. И когда я со стыдом молчала, в то же время трепеща от страха, святые ангелы в противовес тем грехам моим представили нечто из моих добрых дел, соделанных в последние годы жизни моей. 89. А так как они не могли перевесить тяжести грехов моих, то недостаток восполнили из того, что было даровано преподобным Отцом моим Василием. 89. Так они искупили меня и понесли выше. 89. Тут мы приблизились к другому мытарству, называемому мытарством лжи, на котором эстезуются всякое ложное слово, особенно клятва преступления, призывания имени Божия в суи, лжесвидетельства, нарушения обетов, данных Богу. 90. Неполное исповедание грехов и тому подобное. 91. Духи этого мытарства весьма ярые и свирепы. 92. Они испытывали меня весьма настойчиво, не упуская ни одной подробности. 93. И была я облечена от них в двух грехах, именно в том, что иногда в некоторых малых вещах допускала себе лгать, не вменяя того во грех, а также и в том, что многократно стыдясь грехов своих, приносила духовному Отцу своему неполную исповедь. 93. Что же касается клятва преступления и лжесвидетельства, то этих грехов благодатью Христовую не нашлось у меня. 94. Все же бесы торжествовали по поводу найденных во мне грехов во лжи и уже хотели меня похитить из рук введших меня ангелов, но те, положив нечто из моих добрых дел против грехов тех, а недостающие восполнив из дарованного преподобным Василием, выкупили меня и беспрепятственно понесли выше. 95. После того достигли мы третьего мытарства, которое называется мытарством осуждения и клеветы. 96. Удержанная там, я увидела сколь тяжи грех оклеветать кого-либо, обесславить, похулить, а также надсмеяться над чужими пороками, забывая о своих. 96. Все, кто предается власти этого греха, жестоко истязают злые духи, как своего рода антихристов, предвосхитивших власть Христа, имеющего прийти судить людей и сотворивших себя судьями ближних своих, в то время как сами они более достойны осуждения. 97. Но во мне, благодатью Христовую, не могли найти что-либо из таких грехов, ибо я строго блюла себя во все дни жизни моей, заботясь о том, чтобы не осудить, не оклеветать кого-либо и не посмеяться над кем, не похулить кого. 98. И если иногда приходилось мне слышать так, что кто-нибудь осуждал другого, то я мало внимал осуждающему. 98. И если прибавляло, что от себя в этом разговоре это только такое, что не могло послужить ближнему в большую обиду, да и тогда тотчас же останавливалось, зазирая себя за это немногое. 99. Однако и такие провинности были истязателями поставлены во грех мне. 99. Но святые ангелы искупили меня дарованным от святого Василия и стали подниматься со мною выше. 99. И дошли мы до четвертого мытарства, называемого мытарством чревоугодия. 99. Злые духи этого мытарства тотчас же выбежали к нам навстречу, радуясь, как будто приобрели что-либо. 99. Они были весьма отвратительны видом своим, изображая с собою мерзость, чревоугодие и пьянство. 99. И при этом одни из них держали блюда из сковороды с явствами, другие же чаши и кружки с питьем. 99. И я увидел, что пища-то и питье были подобны смердящему гоною и нечистым испражнениям. 99. Бесы же, держащие то и другое, имели вид присыщенных и пьяных. 100. Они скакали с различными гудками и делали все то, что обычно творят пьяницы и пирующие, ругаясь над душами приводимых к ним грешников. 100. Преградив нам путь и обойдя нас, как псы, они точно же выставили на вид все мои прошлые грехи, чревоугодия, когда я предавалась излишеству в пище и питье, и ела через силу и без всякой нужды, 100. Когда я, как свинья, приступала утром к еде без молитвы и крестного знамения, 100. Или же, когда постом садилась за стол раньше, чем это дозволяли правила церковного устава. 100. Представили они также чаши и сосуды, из коих я упивалась, предаваясь пьянству, 100. И даже указывали число выпитых чаш, говоря, столько чаши спила она на таком-то пиру и с такими-то людьми, в другое же время и в другом месте столькими-то чашами упилась она до беспамятства. Сверх того, она столько-то раз пировала при звуке свирели и других музыкальных орудий, предаваясь пляске и песням. И после таких пиров ее с трудом приводили домой, так как она изнемогала от безмерного пьянства. Представляя все такие подобные им чревоугодия, бесы торжествовали и радовались, как будто уже имели меня в своих руках и уже готовились схватить меня и низвести на дно ада. Я же трепетала, видя себя обличаемой ими и не имея, что ответить им. Но святые ангелы, взяв немало отдарованного преподобным Василием, положили за меня выкуп. Бесы, увидев это, пришли в смятение и его запили. «Горе нам! Ибо погиб труд наш, погибла надежда наша!» С этими словами они стали бросать в воздух хартии, в которых были написаны мои грехи. Я же, видя это, веселилась и беспрепятственно ушла оттуда. Поднимаясь со мной выше, ангелы стали так беседовать друг с другом. «Поистине, великую помощь имеет душа эта от угодника Божия Василия, если бы его труды и молитвы не помогали ей. Великую нужду претерпела бы она, переходя через воздушное мытарство». Тогда, возымев дерзновение, я сказал святым ангелам, «Владыки мои, думаю я, что никто из живущих на земле не знает, что бывает здесь, и что ожидает грешную душу после ее смерти». Святые ангелы ответили мне, «Разве не свидетельствуют о всем, что здесь бывают божественные писания, постоянно читаемые в святых церквях устами священнослужителей. Но пристрастившиеся к земной суете пренебрегают всем этим, поставляя всю сладость жизни во вседневном объедении и пьянстве. Каждый день они едят без меры и упиваются, отложив страх Божий, и имея у себя чрево вместо Бога, они совершенно не помышляют о будущей жизни и не помнят Слово Божие, которое говорит». Лука 6, 25. «Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Они маловерно думают, что все, что говорится в Божественном Писании, суть басни, и пренебрегают написанным, перуя с тимпанами и риками, подобно евангельскому богачу, веселясь каждый день. Впрочем, те из них, которые милосердны к бедным, благоденствуют нищим и увогим, и помогают требующим помощи, те получают от Бога прощение грехов своих, и беспрепятственно проходят мытарство ради своей милости. «Ибо священное Писание говорит, ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму». Тавида 4, 4. «Таким образом, творящие милостыню получают жизнь вечную тем же, кто не старается милосердием очистить грехи свои. Невозможно избегнуть сих испытаний, и их похищают мрачные мытари, которых ты видела, подвергаясь ей души жестоким мучениям. Они низводят их в самые преисподние места ада и держат там в узах до страшного суда Христова». Тебе также трудно было бы избегнуть этой участи, «если бы ты не получила искупление отдарованного преподобным Василием». Так беседуя, мы достигли пятого мытарства, называемого мытарством ленности, в котором испытываются все дни и часы, проводимые в праздности, и истязаются тунеядцы, живущие чужим трудом, сами же ничего не делающие, а также наемники, получающие вознаграждение за дело, которое как следует не исполняют. В этом же мытарстве подвергаются истязаниям и те, которые не воздают хвалу Богу и ленятся в праздничные и воскресные дни ходить к утренне, к литургии и к иным службам Божьим. Испытуются там также уныние и небрежение о душе своей, и всякое проявление того и другого строго взыскивается, так что весьма многие люди мирского и духовного чина низвергаются с этого мытарства в пропасть. На этом мытарстве и я подвергнута была многим испытаниям, и невозможно мне было бы быть свободной от долгов его, если бы скудость моя не была исполнена дарованным от преподобного Василия. Чем я была искуплена и через это получила свободу? После того шли мы мытарством тадьбы. На нем мы также были остановлены, но дав там немного, скоро миновали его, ибо не нашлось на мне никакого греха тадьбы, кроме совершенного мною небольшого проступка в детстве по неразумию. Оттуда мы пришли к мытарству сребролюбия и скупости. Но и то скоро миновали, ибо при содействии Господа Бога я не родила о многом стяжании и не была сребролюбивой, но довольствовалась тем, что посылал мне Господь. Не была я также и скупой, но что имела, усердно подавала нуждающимся. Поднимаясь свыше, встретили мы мытарство лихвы, где испытываются всевозможные лихаимцы и грабители, а также все дающие серебро свое лихву и приобретающие богатство беззаконными средствами. Злые духи этого мытарства, усердно исследовав все обо мне, ничего не нашли, в чем бы я была повинна, и от ярости скрежетали на меня зубами своими. Мы же пошли выше благодаря Господа Бога. После того мы достигли мытарства неправды, на котором подвергаются истязаниям все неправедные судьи, берущие нозду и оправдывающие виновных, невинных же осуждающие. Там же истязуется удержание платы наемным рабочим, всякая неправильность в весах у торговцев и взыскивается всякая неправда. Но мы благодатью Христовую прошли то мытарство без особых препятствий, мало что давши мытарям. Также благополучно миновали мы исследовавшие затем мытарство зависти, ничего не дав там, потому что я никому не завидовала. На этом мытарстве испытывали также грехи вражды и ненависти. Но я благодатью Христовую и в этих грехах оказалась неповинной. Видя это, бесы пришли в ярость и скрежетали на меня, но я не боялась их и с радостью поднималась выше. Подобным же образом прошла и мытарство гордости, где надменно гордые духи взыскивают грехи чеславия, самомнения и величания. Там прилежно эстезуется и то, не оказывал ли кто непочтения и неповиновения родителям или старейшинам, получившим власть от Бога, а также прочие грехи гордости и самомнения. Там мы положили очень немного из дарованного преподобным Василием. И я сделалась свободной. Тогда достигли мы мытарства гнева и ярости, но и там, хотя и свирепы были воздушные истязатели, однако немного от нас получили, и мы пошли дальше, радуясь о Господе, спасающим мою грешную душу молитвами преподобного отца моего святого Василия. После того дошли мы до мытарства злобы, на котором немилосердно истязуются держащие злобу на ближнего и воздающие злом за зло, и затем низводятся злобными духами в тартар. Но милосердие Божие и там помогло мне, ибо я не держала злобы ни на кого, не помнила зла по поводу содеянных мне неприятностей, но имела ко всем враждующим ко мне незлобие и по силе моей проявляла любовь к ним, побеждая благим злое. Таким образом, никакого греха злобы не нашли на мне на этом мытарстве, так что бесы от ярости рыдали, видя, что душа моя свободно отходит от них. Мы же стали подниматься дальше, радуясь о Господе. Восходя выше и выше, я спросил о видевших меня святых ангелов. Умоляю вас, владыки мои, скажите мне, откуда известно страшным воздушным властям о каждом злом деле всех людей, живущих в мире, как, например, о моих злых делах, и притом не только о тех, которые явно сотворены, но даже о тех, которые содеяны тайно. И сказали мне святые ангелы, «Всякий христианин от святого крещения приемлет от Бога данного ему ангела-хранителя, который, невидимо храня человека, днем и ночью наставляет его на всякое благое дело во все время жизни его до самого смертного часа, и записывает все добрые дела его в течение всей жизни творимые, чтобы в награду за них человек мог получить от Бога милость и вечное воздаяние в небесном царстве». Точно так же и князь тьмы, желающий привлечь человеческий род к своей погибели, представляет к человеку одного из лукавых духов, который, постоянно следуя за человеком, следит за всеми злыми делами его, творимыми от юности, своими кознями соблазняет его на преступные деяния и записывает все, что человек сотворил злое. Затем, отходя к мытарствам, сей лукавый дух вписывает каждый грех соответственно ему мытарству. Почему и осведомленные воздушные мытари о всех грехах, творимых людьми? И вот, когда душа какого-либо человека разлучится от тела и станет отходить к Создателю своему в небесное селение, то лукавые духи, стоящие при мытарствах, преграждают ей путь, показывая все записанные грехи ее. Если в ней найдется более добрых дел, чем грехов, то бесы не будут в силах удержать ее. Если же в ней более отыщется грехов, нежели добрых дел, то бесы на время удерживают ее и заключают как бы в темнице, где по попущению Божию и мучают ее, пока душа та воспримет искупление от мук и от мук их по молитвам церкви и через милостыню, творимую в память ее, ближними ее. Если же какая-либо душа окажется столь грешна и мерзостна пред Богом, что у нее не будет никакой надежды на спасение и будет ожидать ее вечная погибель, то такую душу бесы точно же низвергают в бездну, в которой уготовано место вечных мучений, и для них самих и в этой бездне держат ее до второго пришествия Господня, после коего она должна мучиться вечно в гиене огненной вместе с телом. Нужно еще и то заметить, что сим путем восходят и такие истязания принимают только те, кто просвещены верою и святым крещения. Неверные же язычники, сарацины и все вообще иноверцы этим путем не идут. Еще будучи живы телом, они душой уже мертвы, погребены в аде. Поэтому, когда они умирают, то бесы точно же без всякого испытания так, простите, потому, когда они умирают, то бесы точно же без всякого испытания берут души их, как по праву принадлежащие им и низводят в пропасти ада. Когда ангелы все это возвещали мне, мы взошли в мытарство убийства, в котором испытывается... Простите, когда ангелы все это возвещали мне, мы вошли в мытарство убийства, в котором испытывается не только разбой, но и всякая рана, всякий удар, нанесенный куда-либо по плечам или по голове, а также всякие заушения или толчки, сделанные во гневе. Все это на мытарстве тон тщательно испытывается и на весы полагается. Но мы благополучно миновали его, немного положив для выкупа. Так же миновали мы и мытарство чарований, отравлений, наговорными травами и призываний бесов с целью волшебства. Духи этого мытарства были подобны четвероногим гадам, скорпионам, змеям, ехиднам и жабам. Из рак их был весьма страшен и мерзок. Но там благодатью Христовую не нашлось на мне никакого греха. И мы тотчас прошли мытарство, а ничего не дав злым и мытарям. В ярости они кричали на меня и говорили, «Вот ты придешь на мытарство блуда, посмотрим, как ты избегнешь его». Когда же мы поднимались выше, то я спросил о ведших меня святых ангелов, «Владыки мои, все ли христиане проходят это мытарство и нельзя ли человеку пройти их без всякого истязания и страшных мучений?» Святые ангелы ответили мне, «Для душ верных иного пути, возводящего к небу, нет. И все грядут этим путем. Но не все подвергаются таким истязаниям, каким подвергалась ты, но только подобные тебе грешники, которые несовершенную исповедь грехов своих совершали перед Духовным Отцом, ссылаясь, стыдясь беззаконных дел своих и утаивая многие из них. Если же кто искренне и по правде, не утаивая ничего, исповедует все дела свои и сердечным сокрушением каяться во всех соделанных им прегрешениях, то грехи такого человека по милосердию Божию невидимо изглаждаются. И когда душа его грядет по мытарствам, воздушные истязатели, разогнув свои книги, не находят в них никаких рукописаний ее грехов и не могут сделать ей никакого зла, так что душа-то беспрепятственна и в веселье восходит к престолу благодати. И ты, если бы совершила совершенную исповедь и покаялась бы во всех грехах твоих, не претерпела бы таких грозных истязаний на мытарствах. Ну а теперь тебе помогло то, что ты давно уже перестала творить смертные грехи и добродетельно проводила последние годы жизни твоей. Особенно же помогли тебе молитвы преподобного отца твоего Василия, которому ты долго и усердно служила. Так, беседуя, дошли мы до мытарства блуда, на котором истязуется всякое любодеяние, всякая блудная мысль и мечтания, а также страстные прикосновения и любострастные осязания. Князь этого мытарства восседал на престоле своем, облаченный в одежду скверную и смрадную, окропленную кровавою пеною, и множество бесов предстояло ему. Видев меня, дошедшую до них, они много удивились, а затем, вынеся на Писание, блудных дел моих, обличали меня, указывая с кем, когда и где я грешила во время юности моей. И не имела я ничего, чтобы возразить им, и от страха трепетала, исполнившись стыда. Тогда ангелы сказали бесам, но ведь она уже много лет не творила блудных дел и паснически в чистоте и воздержании прожила все последние годы своей жизни. Бесы ответили им, знаем, что она давно уже отстала от блудного греха, но все же она принадлежит нам, потому что несовершенно и не вполне искренне накаялась перед своим духовным отцом, в содеянных раньше грехах, многое утаивая от него, а потому или оставьте ее нам, или выкупите ее добрыми делами. Ангелы положили им многое от добрых дел моих и еще больше от дарования преподобного Василия, и, едва избавившись от лютой беды, я была унесена оттуда. После того мы достигли мытарства прелюбодеяния, в котором истизуются грехи живущих в супружестве и не соблюдающих супружеской верности, но оскверняющих свое ложе, а также всевозможные похищения девственниц с целью растления их и всякое блудодейственное насилие. Здесь же истизуются падения и тех, кто посвятил себя Богу и дал обет соблюдать жизнь свою в чистоте и девстве, но потом не сдержал этого обета. На этом мытарстве я и была обличена, как прелюбодейца, и не имела ничего, чтобы сказать свое оправдание, так что немилосердные истязатели, скверные и нечистые духи уже намеревались похитить меня из рук ангельских и низвести на дно ада. Но святые ангелы вступили в спор с ними и представили все последующие труды моей и подвиги и таким образом искупили меня всеми оставшимися добрыми делами моими, которые положили там все до последнего, оставив вместе с тем и весьма многое издорованного преподобным Василия. Все это они возложили на весы против моих беззаконий и, взяв меня, понесли далее. Тут мы приблизились к мытарству содомских грехов, на котором эстезуют противоестественные грехи мужчин и женщин, мужеложство и скотоложство, кровосмешение и иные тайные грехи, о которых стыдно вспоминать. Князь этого мытарства имела весьма скверный и безобразный вид и весь был покрыт смрадным гноем. Слуги его во всем были подобны ему. Смрад их весьма был нестерпимый, вид мерзкий и страшный, ярость и лютость чрезмерная. Увидев нас, они поспешно вышли навстречу и обступили нас, но не найдя во мне, по милости Божией, ничего, за что бы могли привлечь к суду своему, со стыдом отбежали. Мы же с радостью пошли далее. Поднимаясь выше, ангелы сказали мне, «Вот, ты, Феодора, видела страшные и мерзкие мытарства блудных дел. Знай, что немногие души проходят эти мытарства беспрепятственно, так как мир во зле лежит. Люди же весьма слабы и от юности пристрастны к любодейным грехам. Мало, очень мало людей, умерщвляющих свои плотские похоти. И посему редко кто эти мытарства проходят свободно и беспрепятственно. Напротив, весьма много таких людей, которые, дошедшие до этого мытарства, здесь погибают, ибо истязатели блудных дел похищают пристрастных к любодеянию людей и низвергают в ад, подвергая их жесточайшим мукам. Князи блудных мытарств даже похваляются, говоря, «Мы одни более всех других мытарей и воздушных пополнением число низвергнутых на дно ада». Пополняем... Воздушных... Простите. «Мы одни более всех других мытарей и воздушных пополняем число низвергнутых на дно ада, которые таким образом как бы вступают в родство с нами, подвергаясь одинаковой с нами участи». «Посему, Феодора, ты возблагодари Бога за то, что молитвами преподобного отца твоего Василия миновало эти мытарства, и больше не испытаешь какого-либо зла и не будешь знать страха». Между тем мы подошли к мытарству ересей, где истязуются неправые мудрования о вере, отступление от православного исповедания веры, неверия, сомнения в истинах, богооткровенного учения, хулы на святыню и тому подобные грехи. Это мытарство я миновала без всякого испытания и была уже недалеко от врат в небесное царствие. Наконец встретили нас злобные духи последнего мытарства, называемого мытарством жестокосердия. Истязатели этого мытарства весьма жестокие и люты, но особенно лют князь их, имеющий весьма унылый и скорбный вид, дышащий огнем ярости и немилосердия. На мытарстве том, без всякой милости испытываются души немилосердных. И если кто-нибудь, хотя и совершит многие подвиги, будет постоянно соблюдать посты и усердно молиться, а также сохранит неоскверненную чистоту свою, но при этом окажется немилостивым и затворит сердце свое для ближнего, тот извергается оттуда в ад и заключается в бездне. Вот так. Тот не извергается оттуда в ад и заключается в бездне, и таким образом сам остается лишенным милости. Но мы это мытарство благодатью Христовую миновали без особых препятствий, благодаря молитвам преподобного Василия, даровавшего нам от своих добрых дел многое для моего искупления. Так, миновав все страшные мытарства, мы с радостью великою приблизились к самым вратам небесного царствия. Были эти врата, подобные светлому кристаллу, и от них исходило неизреченное сияние. У врат стояли световидные юноши, которые, видя меня несомою руками ангельскими, исполнились веселья, радуясь, что я избавилась от воздушных мытарств, и с любовью встретили нас и ввели через врата внутрь небесного царствия. И что я там видела и слышала? О, чадо Григорий, продолжала блаженная Феодора, о том невозможно сказать подробно. Первое. О том невозможно рассказать подробно. Первое. Коринфянам 2.9. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Наконец, предстала я пред престолом божественной славы, окруженной серафимами, херувимами и множеством небесных воинств, неизреченными песнями, всегда славящие у Господа. Тут я, падше, поклонилась невидимому и неведомому Богу. И воспели небесные силы сладкозвучную песнь, прославляя божественное милосердие, которое не могут препобедить никакие грехи человеческие. От престола же славы Божией в это время раздался глаз, повелевающий ведшим меня святым ангелам показать мне все райские обители святых и все мучения грешников, и потом водворить меня в обитель преподобного Василия. И водили меня святые ангелы всюду, так что я видела множество прекрасных селений и обителей, исполненных славы и благодати, обителей, которые были уготованы любящим Бога. Видела я там обители апостольские, пророческие, мученические, преподобнические и другие, особые для каждого чина святых. Каждая обитель была неизреченной красоты, широтою и длинною равнялась, сказала бы я, царь Граду, но при этом отличались несравненно большую красотою, имея много светлых палат нерукотворных. Всюду в обителях тех раздавался глаз радости и веселья духовного, и видны были лики веселящихся праведников, которые, видя меня, радовались о моем спасении, с любовью встречали меня и лабезали, восхваляя Господа, избавившего меня от сетей вражек. Окончив обхождение райских обителей, я незавидена была в преисподние земли и видела страшные и нестерпимые муки во аде грешникам уготованные. Показывая их, святые ангелы говорили мне, смотри, Феодора, сколь жестоких мук избавил тебя Господь, молитвами святого угодника своего Василия. Обходя пропасти ада, я слышала и видела там плач, вопль и горькое рыдание, пребывающих в тех муках. Одни из них вопияли, о горе нам, другие воздыхали, увы, как тяжко нам. Третьи проклинали день рождения своего, после всего ведшие меня ангелы привели меня в обитель преподобного Василия, который ты видишь, и водворили меня здесь, сказав, ныне преподобный Василий память о тебе творит. И поняла я, что пришла в это место успокоения в сороковой день по разлучению моем от тела. Все это преподобная Феодора поведала Григорию в сонном видении и показала ему красоту обители, в которой она находилась, и все духовные богатства ее, собранные многими трудами и потом блаженного отца Василия. Здесь окончилось видение, по окончании его Григорий воспрянул от сна и много размышлял, удивляясь виденному и слышанному от блаженной Феодоры. Поутру же он пошел к преподобному Василию, чтобы получить от него необычное благословение. Преподобный спросил его, Чада Григорий, где ты был в эту ночь? Он же, как будто ничего не ведая, ответил, спал ночи на постели моей. Старец сказал на это, знаю, что телом ты почивал на постели, духом же ты был в ином месте. Или ты забыл, что открыл тебе Бог этой ночью в сонном введении. Вот ты получил, что так сильно желал, видел Феодору, слышал о переходе ее в будущую жизнь, от нее самой, и был в обители моей, которая по благодати Христовой уготована мне, ради малых трудов моих. Таким образом ты зазерцал все, что желал знать. Услышав такие слова, Григорий познал, что сон его был не ложным мечтанием, но действительно откровением от Бога и сходотайствованным молитвами преподобного. Тогда, возблагодарив Бога, он поклонился духовному отцу своему, после чего получил от него приличное случаю наставления. Тот же Григорий в другое время впал попущением Божиим в некое сомнение о вере. Прилежно, читая книги Ветхого Завета, он возымел помышление в уме своем, что евреи право веруют и пребывал в этом помысле довольно долго. Уразумев духом, что Григорий впал в искушение, прозорливый старец обличил его и после многого увещания снова испросил ему откровения от Бога. И вот Григорий опять увидел дивное видение, в котором перед его духовными очами предстал образ совершения страшного суда Божия. Увидел он вечного судью на престоле сидящего, праведников и лесную судью, стоящих и грешников, находящихся слева и судимых по делам их. Были там иудеи и язычники, причем Григорий увидел иудеев, осужденных вместе с язычниками и низвернутых в гиену. Вместе с осуждением грешников Григорий узрел и прославление праведников и все сие описал в последовании весьма пространно. Мытарство нечто вроде застав или таможен, которые встречают на своем пути души умерших людей, возносимые к престолу небесного судей. При них стоят духи злобы и взимают со всякой души повинной в известном грехе своего рода пошлину или выкуп, состоящий в предоставлении им на вид противоположного этому греху доброго дела. Христианские писатели взяли название мытниц от тех, которые были при Римлянах, перенесли их на места воздушных истязаний, при которых восходящие к престолу небесного судей души задерживаются злыми духами, старающимися уличить их во всевозможных грехах и через это не завести во ад. Сущность учения мытарства заключается в слове святого Кирилла Александрийского, жившего в 444 году, вернее, умершего, о исходе души помещаемом обыкновенно вследованной псалтире. Кавычки открываются. При разлучении души нашей с телом, говорится здесь, предстанут пред ней с одной стороны воинства и силой небесной с другой власти тьмы воздушные мытри начальники обличители наших ведел. Узрев их душа содрогнется, вострепещет и в смятении ужасе будет искать себе защиты у ангелов Божьих. Но и будучи приняты ангелами и под кровом их протекая в воздушные пространства и возносясь на высоту, они встретят различные мытарства, кои будут преграждать ей путь в царстве, будут останавливать и удерживать ее стремление к оному. На каждом из всех мытарств востребуется отчет в особенных грехах, каждая страсть, всякий грех будет иметь своих мытарей истязателей. Притом будут присутствовать и божественные силы и сон нечистых духов. И как первые будут представлять добродетели души, так последние обличать ее грехи. Кавычки закрыты. И если за благочестивую и богоугодную жизнь свою она окажется достойной награды, то ее воспримут ангелы, и тогда она уже небоязненно потечет к царствию. Напротив, если окажется, что она проводит жизнь в нерадении и невоздержании, то услышит свой страшный голос. Исайя 26.10 «Нечестивый будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». тогда оставят ее ангелы Божии и возьмут страшные демоны и душа, связанная неразрешимыми узами, низвергается в темнице адские. Отсюда видно, что мытарство представляет собой неизбежный путь, наполненный всякого рода заставами и таможнями, по которым совершают свой переход от временной жизни к вечному жребью, все человеческие души как добрые, так и злые. Во время этого перехода каждая душа в присутствии ангелов и демонов, без сомнения пред окон всеверящего судьи, постепенно и подробно испытывается во всех ее делах добрых и злых. Следствием же этого подробного отчета бывает то, что добрые души оправдываются на всех мытарствах и возносятся ангелами прямо в райские обители, а души грешные, задержанные на том или другом мытарстве и объединенные в нечестии, влекутся по приговору невидимого судьи демонами в их мрачные обители. Таким образом, мытарство суть не что иное, как частный суд, который совершает над человеческими душами невидимо сам Господь при посредстве ангелов, допуская к тому и клеветников братья наших откровения 12.10 злых духов, суд, на котором припоминаются душе и беспристрастно оцениваются все ее дела и после которого определяется ей известная участь. Суд этот называется частным в отличие от всеобщего, который будет совершен над всеми людьми при кончине мира, когда Сын Человеческий снова приедет на землю во славе своей. В житии преподобного Василия Нового изображены все подробности этого частного суда при мотарствах. Читая все эти подробности должно помнить однако, что как вообще в изображении предметов мира духовного для нас облеченных плотью неизбежны черты более или менее чувственные, так в частности неизбежно допущены они и в подробном учении о мотарствах, которые проходит человеческая душа по разлучении с телом. А потому надо твердо помнить наставление, какое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому почившему в 391 году начиная говорить ему о мытарствах кавычки открытые земные вещи принимаясь здесь за самое слабое воображение небесных кавычки закрытых надобно представлять мытарство не в смысле грубом чувственном чувственном а сколько для нас возможно духовном и не привязываться к частностям которые у разных писателей и разных сказаниях которые у разных писателей в разных сказаниях самой церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными кавычки закрыты тартар неизменная пропасть бездна адская это слово заимствовано из греческих сочинений в которых под тартаром разумеется подземная солнцем никогда не освещаемая и не угреваемая и не согреваемая пропасть где свирепствует холод у христианских писателей этим словом обозначается место нестерпимого холода куда будут посланы души грешных людей магнитофонная запись повреждена и нет начала рассказа кавычки открываются следующее продолжение нет это не продолжение это он записал православ а теперь поехал в Баптик который дик оси и тоже сели и как он уездил матюшин все еще понятно с новогодней елкой праздновали новый год в первый раз я был в то время зав клубом в нашем поселке глядить номер 3 Благовещенский район Алтайского края для того чтобы этот вечер был хорошим я получила тройкома партии предписания в котором мне было предложено организовать полноценный радостный вечер устроить новогоднюю елку я в это время любил эту массовую работу и имел уже трехгаличный стаж были уже и достижения в этом для того чтобы не отставать от других соседних друзей и поселков я старался как обычно разъяснить молодежи это новое мероприятие и так нам удалось организовать хороший вечер были драматические постановки хор который старался петь хорошо также струнный оркестр исполнял разные марши и другое когда торжество настало и собралось много людей на этот вечер с елкой я открыл наше торжественное собрание и при открытии я посмотрел на публику и увидел что из верующего слоя населения были в рядах собравшихся из старых сестер из баптистской общины была по фамилии Эрнст Елизавета Петровна она тоже сидела во втором ряду скамеек от сцены и это почему-то побудило меня подумать о вере в Бога и решил себе тайно но решительно что больше не буду никак верить так как мне показалось что сейчас веру в Бога содержат только староверцы мысли мои шли в этом направлении усиленно и вспомнилось все чему мои родители меня учили как верили в Бога я решился все это оставить и еще более преданно работать в области культуры в нашей деревне в программе нашего торжественного вечера было уже объявлено петь песню интернационал я встал сбоку к правой стороне хора чтобы помогать я пел басом и когда начали петь слова никто не даст нам избавления ни Бог ни царь и ни герой я встретился со взором этой старой верующей Эрнст Елизаветы и когда наши взоры встретились я увидел что из глаз Елизаветы вышла светлая струя луч и полетела быстро в меня в лицо я почувствовал во первых что входит струя луч через мои глаза а потом спустилась до моего сердца и удивительное чувство было в груди у меня чтобы это чувство описать я должен признать что эти чувства были такие тяжелые что принудили меня опустить голову вниз и заставили меня бороться с этим в то время у меня была сила и воля противостоять этому и весь вечер я провел успешно до конца а борьба во мне шла усиленная мне трудно было этот вечер проводить и бороться с духовным явлением и при конце этого вечера я себя чувствовал усталым но я объявил теперь откроем общественные танцы и будем таким образом встречать новый 1937 год после этого объявления я сел и не мог знать как будет дальше со мной я очень тяжело себя чувствовал в это время подошел ко мне наш сельский учитель он был мне хорошим другом в то время его фамилия Герцен Иван Петрович который меня пригласил к себе на квартиру на пир я передал клуб и ключи моему заместителю и мы перешли улицу до школы где они квартировались когда мы туда зашли было уже 12 часов ночи там были расставлены столы для многих гостей на столах были против каждого гостя расставлены по тарелке с хорошим борщом и с одной стороны тарелки был поставлен один стакан белой водки а с другой стороны один стакан красного вина и вот когда были рассажены люди Герцен Иван то есть учитель поднял стакан белого и мы выпили после чего покушали немного потом были подняты стаканы красного вина и тоже выпиты мы сели и после того я уже ничего не помнил так как я был почти без сознания когда я в сознание пришел то оказалось что я уже находился дома в постели моей а жена сидела рядом и плакала я стал спрашивать ее почему она плачет она тогда и говорит как мне не плакать когда тебя тащили домой как мертвого разве я ее спросил она еще раз это подтвердила и добавила что мол ты за столом падал и были мужчины вынуждены вывесить тебя и домой отправить когда я узнал про это я обещал жене что больше со мной подобного не случится и действительно такого со мной больше никогда не случалось мне в то время исполнилось уже 28 лет и 3 года прошло уже как я был женатым я себя чувствовал очень крепким и физически развитым и никогда не любил выпивку но в этот раз не смог своему другу отказать чтобы не участвовать в его пире и мне было очень стыдно что так случилось со мной я до этого был физкультурником и был очень здоров мне от этих двух стаканов выпивки крепких напитков отняло сознание из-за того что я выпил их натощак но когда я в себя пришел то у меня даже не болела голова и скоро я нормально заснул и мы отдыхали в эту первую ночь 1937 года и спали нормально до самого утра пред обедом в первый праздничный день 1937 года у нас на квартире было много гостей и некоторые из них остались до 9 часов вечера время провели нормально то есть без выпивки и крепких напитков и вечером когда все гости ушли домой мы с женой посидели и беседовали о прошедшей жизни что я делал когда числился в составе молодежи и она также эта беседа длилась до позднего вечера потом когда легли спать мы еще долго продолжали беседу но я ей ничего не рассказывал про то что со мной случилось на сцене но про себя я решил никому но про себя я решил никому и не рассказывать я считал что это пройдет само по себе и вот когда я почувствовал что жена заснула я тоже решил заснуть но не мог я так и сяк старался заснуть но не мог вдруг я вижу как в темной нашей комнате появилось тело похожее на высокого человека и подошло оно до нашей постели останавливается смотрит мне в лицо и вслух говорит хватит хватит накидку носить на обоих плечах возьми ее на одно плечо и путешествуй и отошел от меня в сторону заднего угла нашей комнаты и я про себя подумал что же это было ведь комната наша была на крючке никого не было и вдруг такое чудное невероятное явление я решил про себя не верить самому себе в этом и считал что это могло быть моей фантазией я хотел спать и постарался заснуть но не мог вдруг я увидел эту статую как она обратно ко мне шла остановилась и говорила те же самые слова и добавила еще выбери себе узкий или широкий путь жизни и ушла от меня обратно в том же направлении и я про себя думал что же это за диво и решил опять приписать своей фантазии и хотел уснуть и вот в третий раз эта фигура подошла и тотчас же самый голос ко мне говорил хватит тебе носить накидку на обоих плечах возьми ее на одно плечо и ходи выбери себе путь или широкий выбери себе узкий путь или широкий путь жизни а если ты выберешь узкий путь жизни то будет тебе часто трудно и тяжело тернии встречать будешь но конец этого будет рай если ты изберешь себе широкий жизненный путь то ты будешь авторитетным человеком в этом мире у тебя талант есть завоевать себе большой авторитет у окружающих людей, но конец этого тебе будет ад. И после этого изъяснения я был пока оставлен наедине. Я тогда подумал, что это явление небывалое. Конечно, оно заинтересовало меня еще больше. Действительно, я был до этого времени такой, что работал в миру для славы человеческой и занимал девять должностей советских, но сам я еще был оторван от веры в живого Бога. Но до этого я считал, что надо... Подожди, ты опять не отбросил, а там ставил. Заметь, почему так? Еще не было оторвано. Так, заново. Действительно, я был до этого времени такой, что работал в миру для славы человеческой и занимал девять должностей советских, но сам я еще не был оторван от веры в живого Бога. Но до этого я считал, что надо бросить веру. Но тут я встретил такое дивное явление с требованием избрать конкретно любой путь жизни, узкий или широкий. Но как быть? Мне казалось в то время, что вроде невозможно объявить себя верующим человеком. Я тогда подумал и представил себе второй путь жизни. Конечно, широкий путь жизни удобный и легкий, но я был предупрежден, что он ведет людей в вечный ад. Страшно, конечно, очень страшно. Тогда я решил для себя твердо встать на узкий путь жизни, будь что будет со мной, ибо навечно погибать не хотел. Но что делать? Я решил молиться истово и стал искренне молиться от всего сердца. После упорной горячей молитвы я вдруг почувствовал, что Господь приблизился ко мне. Я Ему все грехи мои открыл, и Он мне еще припоминал забытые мною грехи. Про все совершенные грехи я молился Ему и просил усердно прощения. И Он, увидев мое покаяние, простил мне все, после чего мне стало так легко на душе и радостно. Я, конечно, поблагодарил Господа Иисуса Христа за Его милости и радовался, как новорожденный от Духа человек. Решил жене своей утром все рассказать и после того всем людям объявить себя открыто верующим человеком. Хотел сразу прославить Господа. Представлял, как снимут со всех должностей мирских, но уже решил, будь что будет со мною, пусть хоть посадят меня сразу же. И вот после такого решения я хотел заснуть. Обернулся в сторону стены, где была наша постель, чтобы заснуть, и вдруг я увидел, что открылось в стене отверстие в виде открытого окна. Вижу, что стоит та же статуя в виде человека и говорит мне такие слова. «Вот теперь ты чист, чувствуешь себя легко и хорошо, даже радостно и ты доволен, ибо Иисус тебе все простил. Но то, что ты теперь хочешь веровать, встать на узкий путь жизни и отказаться от твоих должностей, и утром рассказать про это жене своей, что стал христианином, верующим человеком, что нашел радость в Иисусе, который простил тебе все грехи, хорошо. Но людям об этом ты рассказывать не сможешь, ибо у тебя вера в Бога очень слабая. Ты даже не сможешь своей жене рассказывать о твоем решении встать на узкий путь. Ты и раньше имел мысли и решимость служить Иисусу Христу, особенно по ночам, а утром, когда дневной свет появлялся, ты о таких священных мыслях никому не рассказывал. Точно так же будет с тобой и в этот раз, потому что у тебя нет твердой веры. Я вспомнил, что такие случаи были, когда я еще был молод. Неужели будет так и в этот раз? Я должен объяснить, что со мной подобная помощь со стороны Святого Духа случилась в третий раз. Так и описано в Библии, ибо три раза Святой Дух обращается к душе человека. Если мы отказываемся от служения Богу, то после этого Он больше не поможет человеку в спасении, так что следует подумать об этом. Потом голос со стороны стенки мне говорил дальше. Ты не можешь ходить по этому узкому пути жизни, тебе не хватает веры. И предложил мне, лучше, если бы ты ушел отсюда. Я что-то не понял. Он тогда говорит, тебе лучше, если бы ты ушел отсюда, если бы ты умер. Вот тогда я понял предложение и про себя думал, нет. А Он этот голос говорит мне тогда, намного лучше тебе, если ты умрешь, ибо я послан Богом твою душу забрать. Я тогда ответил, да если ты голос Божий и Богом послан душу мою забрать к себе, которую ты спас, ибо ты через Сына Своего Иисуса Христа омыл и очистил меня милостью Своей, то я готов и хочу. Тогда голос мне говорил, если ты согласен, тогда тебе надо молиться о смерти. Я послушно помолился об этом, а Он мне предложил, сильнее молиться о смерти своей надо, так молиться о собственной смерти, как ты молился о покаянии, то есть все силы и волю вложить в молитве к Богу о собственной телесной смерти. Я и это исполнил. Когда я так усердно молился, вдруг я почувствовал острые боли в правой ноге, особенно у большого пальца, наподобие укола шилов. Я испугался, но голос мне говорит, услышал тебя Бог. Он тебя предает смерти, и ты умрешь нормально, то есть со стороны ног твоих, ибо это есть нормальное умирание. Голос мне говорил, успокойся. Я успокоился, и сразу поднялось холодное чувство, духовное, и я руками своими схватился за ноги, но ноги мои были отнятыми и холодными. Я тогда еще больше заволновался, а голос мне опять предложил, успокойся, и не надо держаться за земные предметы или за жену твою, ибо написано, чтобы никто не любил что-то больше, чем Бога. Ты отвяжись от всего этого и от жены своей. Я понял и скоро это сделал, отказался от всего и успокоился. Тут же поднялись холодные чувства до поясницы моей. Я опять испугался сильнее и не хотел дальше умирать, хотел назад и не хотел больше этим заниматься. Но голос опять говорил мне, чтобы я успокоился, так как Бог меня зовет, и я чист от всяких грехов, и буду вечно в раю, и мне не рассказать никому обо всем этом, и я буду там. А я про себя подумал. А что ж скажет жена, и как будет ей страшно, что вот вечером легли оба здоровыми спать, а теперь я умер. Я не хотел умирать, а голос меня уговаривал, чтобы я успокоился и не держался за жену свою. Смотри, Господь тебя зовет, и так далее. Я успокоился, и вскоре поднялись эти же самые холодные чувства до самой вершины головы моей, и сразу закрылись глаза мои. Я лежал совершенно недвижимый всем телом, и этот голос и его личность исчезли. Тогда я подумал про себя. А что же будет дальше? Я решил проверить тело свое, хотел придать движение органам своего тела, но не смог. Я решил маленьким пальцем правой руки придать движение, чтобы показать этим, что я не мертв, а только недвижим, но не мог и этого сделать. Тогда я хотел повести глазами, но и этого тоже не смог. Имея свободное время, я решил послушать, что же происходит вокруг меня. Слушал, как жена спала, как часы ходили, и так далее. Я знал, что тело мое холодное, и что жена должна проснуться. Так оно и случилось. Она сразу позвала меня, но я не мог ответить. Тогда она своей рукой укоснулась меня, и так как я был холодным, она спрыгнула из постели и заплакала. Мы в то время жили на квартире у Герцена Якова Герхардовича. И вот жена моя выбежала из нашей комнаты до них, и стала там громким голосом говорить такие слова. «Хозяева, вставайте скорее, мой муж помер. Я все это слышал, но не мог дать знак, что я живой». Они быстро встали и зашли в нашу комнату, зажгли лампу. Они тут же решили созвать людей. Пошел этот хозяин, Герцен Яков Герхардович, созвать людей. Скоро зашло в комнату множество людей. Также зашли председатель колхоза товарищ Вильямс, учитель Иван Петрович Герцен, тесть мой Иван Иванович Нихрид, родной брат Андрей Корнеевич Дик, фельдшерица Екатерина Дик и другие. Все смотрели и определяли болезнь мою. Вдруг тесть мой и говорит, «По-моему, у Василия была болезнь нервов». «Нет, я про себя подумал. Наверное определение ваше. Я жив и здоров. Ничего не болит у меня. Лишь только у меня...» Подожди, не верное, а не верное. «Нет, я про себя подумал. Неверное определение ваше. Я жив и здоров. Ничего не болит у меня. Лишь только у меня все отнято». Тогда мой брат Андрей Корнеевич объяснил, что он, мол, пьяный. «Нет, братишка». Тогда мой брат Андрей Корнеевич объявил, что он, мол, пьяный. «Нет, братишка, не угадал и ты, и подумал я про себя». Тогда фельдшерица, а она верующая была, сказала, «Нет, люди. По-моему, этот человек идет уже своим путем, идет душою». Вот она угадала точно. «Я должен оставить пока в стороне то, что делалось вокруг меня. Возвращаюсь назад, чтобы описать, что же со мной происходило душевно». Душевно в духе я встретил вот что. Хороший голос, который со мной начинал иметь дело, опять ко мне подошел, а в этот раз я его увидел. Он имел вид хорошего человека, но я его не знал и определить не мог, кто же он. Он сказал мне, «Ну как, не можешь придать движение органам твоего тела? Пробуй на правой руке маленькому пальцу дать движение». Но я не мог даже пошевелить пальцем. Он предложил мне сделать движение моими глазами, но я и этого не мог. Тогда он предложил мне языком шевельнуть. И я хотел это сделать и думал, что этим дам людям знак, что я живой, чтобы меня не выносили как мертвеца. Ведь холодно на улице, я обязательно умру тогда от холода. «Но язык мой тоже был отнят, и я не мог переложить его во рту». И ответил ему в душе, что «Нет, не могу управлять своим языком». Тогда голос мне сказал, «Тебе будет показано, что бывает с человеком верующим, когда он умрет, у которого все грехи прощены, и что с ним происходит, когда он уходит из этой временной жизни без одного греха. А потом будет тебе показано, что случается с человеком, когда он умирает с единым грехом или со множеством грехов. «Это совсем иная смерть, и грехи туда не войдут». И тут я почувствовал, что мягкие руки подсовывались под меня. Я лежал на спине тогда, и я почувствовал равновесие. Эти руки меня так крепко и быстро подняли из постили моей. Но я успел заметить, что это была поднята моя душа из тела моего, а тело мое осталось в постели. Очень быстро подняли эти руки мою душу вверх, никакая крыша не помешала душе моей. И когда я свой узор поднял вверх над собой, то я увидел, что делалось все ярче и ярче. Вдруг я увидел светлое небо, и в этом светлом пространстве я увидел много, очень много сверкающих ангелов всякого возраста. Большие, малые и средние, все они радовались, видя меня, и руками хлопали. Пели они очень хорошо и стройно. Их пение было такого содержания, в том смысле, что все небо радуется, что опять еще одна человеческая душа спасена и придет к ним. Я заметил, что одно тонкое и прозрачное облако между мной и ангелами висело, а потом я между ними стал. В этой большой радости я забыл, что мне было сказано, что тебе будет показана радостная смерть. И я услышал тот же самый хороший голос, который со мной начал раньше говорить и спрашивал меня через левое плечо и сзади. Видишь ли ты все это? Да, я вижу. И когда я отвечал, мой взор был опущен вниз. Тогда хороший голос мне говорит, что вот так умирает дитя Божие, которое до конца себя держит в чистоте и не имеет ни одного греха в себе во время умирания. В милость Божию они будут приняты, ибо в милости Божией умирают такие души, и это один переход. Спрашивал меня голос, какие боли в душе чувствовал ты во время умирания? Нет, ответил я, только в начале в правой ноге была боль, но это было переносимо. Хороший голос тогда сказал мне о том, какая разница в умирании человека, который без грехов, то есть омыт кровью Иисуса Христа. В телесных болезнях нет разницы между верующими и неверующими, но в умирании есть. Когда этот разговор кончился, я поднял свои глаза вверх, чтобы увидеть опять тех божьих ангелов, но их не оказалось там. Надо мной я увидел обыкновенное небо. Я тогда посмотрел вниз и заметил, что я был положен в хороший гроб, головой чуть выше, как на одре. И вдруг я услышал голос, который мне скомандовал. Встань, повернись направо. Я встал и обернулся направо и увидел предо мной возвышенность, а вдали я увидел хорошее красивое место. Там были красивые деревья, необыкновенные, каких я не видел никогда на земле. И оттуда ко мне повело ароматным воздухом, так, что я от него насытился. Потом голос меня спрашивал, видишь ли ты сие? Я ответил, да, вижу, хороший сад. Тогда он мне объяснил, что это есть сад райский, после чего он скомандовал мне, повернись налево. Я исполнил, увидел предо мною темноту великую, и эта тьма простиралась вниз. Я смотрелся, я всмотрелся и заметил, что темнота эта все ниже и ниже опускалась. А потом там в глубине очень далеко от меня сделалось вокруг светлее. Сделалось вдруг светлее. Я увидел предо мной глубокую пропасть или яму, и там внизу я рассмотрел зверей отвратительных, наподобие как змей или крокодилов, их было очень много. Они вели себя весьма беспокойно. Тогда голос меня спросил, видишь ли ты сие. Да, я вижу разных зверей наподобие змей или крокодилов в глубине этой ямы. Хороший голос объяснял мне, что это есть место мучения, в котором находятся погибшие человеческие души. И они там будут до последнего страшного суда Божия, после чего они будут брошены в ад навечно, как и описано в Библии. А на этом месте, где ты стоишь, дьявол имеет право проверить каждую умирающую душу, которая нечиста от грехов, и тебя он тоже проверит путем опроса. А ты должен ответ ему давать, и если не сможешь, значит ты нечист. Имеешь в себе грехи, а он согласно этого имеет право бросить тебя в эту яму мучений. Я увидел, что образовался светящийся железный мост над этой пропастью. Он был узким, где я мог один только по нему проходить. И вот мне голос скомандовал пойди на этот мост. Я был вынужден пойти. Как только прошел немного, я услышал, как сатана, дьявол прилетел и позади меня на мост сел. Он сразу предложил мне вопрос, какой был мой первый грех. Я хотел ответить, но не мог. А он ждал, а я не мог ответить, ибо я хорошо помню, что это был мой первый грех. Ты знать боишься, что забросят от тебя в ад. Я не знал, как выйти из этого положения, ведь я здесь один, а позади меня дьявол, у которого есть право на неочищенную от грехов душу подействовать. А я же не хотел попасть в пропасть. Тогда я решил молиться Иисусу Христу, но помощь не сразу получил. Я тогда громче и громче стал кричать и много молился, а помощи так и не было. Я чувствовал, что силы мои убывают, голос мой охрип. Тогда я решил кричать только два слова Иисус спаси. И вот когда я уже лишился последних сил, находясь в этой опасности, вдруг я увидел, как быстро появилось белое и светлое облако. И в нем я увидел очень ясно ноги нашего Иисуса Христа с правой стороны. Как только появился Христос, то я мог двинуться по этому мосту вперед. Из груди моей выступило что-то наподобие книги. И в этой книге я читал ответ на заданный вопрос от сатаны. А он сразу задал второй вопрос про грех мой. Я мог теперь ответить легко. И так он весь реестр моих грехов показал, а я мог ответить в отдельности до конца. И должен сказать, что очень много грехов человек имеет. И когда кончились мои грехи, я заметил, что перешел эту пропасть. Хотел поблагодарить Иисуса Христа за помощь, но его уже не было тут. Я сильно пожалел о том. И сатаны тоже не было видно. А хороший голос тот меня спрашивал. «Ну как, перешел эту пропасть?» «Да», ответил я ему. Тогда он мне опять скомандовал, «Обернись кругом». Я обернулся, ибо я стоял уже с другой стороны этой пропасти. «Тогда хороший голос мне объяснил, что все это, что я видел и проходил, мне показано для того, чтобы я сам уверовал и другим людям рассказал». утром, когда люди из вашей комнаты все уйдут, ты расскажешь это жене своей, а ей запретишь сразу рассказывать, рассказать кому-либо, а потом будет время, и тебе станет самому ясно, кому ты сможешь о виденном рассказать. Первый случай будет такой, что одна верующая сестра тебя наедине спросит проведение твое. И если будешь чувствовать себя радость в рассказе этом, то будет разрешено тебе ей рассказать. И вот со временем тебе будет разрешено всем рассказать об этом, если кто попросит. Тогда слухи дойдут со временем и до твоего непосредственного начальника. И тебя он будет вызывать, и ты ему тогда тоже расскажешь, и после того подойдет такое время, когда ты всем открыто будешь рассказывать. Предупредил меня голос, чтобы я не добавил и не убавил ничего к этому видению. И тогда я буду всегда с тобой, и тебя никто не тронет. Дальше хороший голос пророчествовал так, что сейчас в 1937 году будут заброшены последние проповедники и также множество других, но ты останешься для укрепления веры в Бога окружающих людей. Забраны и запрошены. Так, простите, еще раз. Дальше хороший голос пророчествовал так, что сейчас в 1937 году будут забраны последние проповедники и также множество других, но ты останешься для укрепления веры в Бога окружающих людей. Дальше мне голос объяснял, что грехи, которые у меня были до этого видения, все были прощены. Их я там на месте так хорошо вспомнил все, особенно когда сатана сзади меня спрашивал. Он тогда о всех грехах расспрашивал, но ввиду того, что они все уже были прощены, грехи не были уже опасными, они были изглажены Иисусом Христом. Как описано, что грехи, которые прощает Иисус Христос, он их возьмет и бросит в море забытия, но потом никто не имеет права про них вспоминать или же использовать для чего-либо. Порок Исайя 38-17 Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Итак, мне голос сказал, ты сам не будешь помнить ни одного из твоих бывших грехов. Потом голос мне велел смотреть в ту пропасть, чтобы я услышал опли. Я посмотрел вниз туда и действительно услышал, как души мучились и кричали так жалостно и себя обвиняя, рыдали эти погибшие души, что они не приняли веру в Господа Иисуса Христа во время благодатное, когда еще жили на земле, а теперь поздно. Осталось каждому вечно мучиться. так они рыдали все там в этой пропасти и никуда им невозможно было выйти оттуда. Когда я это все понял, голос тот мне и говорит, воззови туда к ним и спроси их, может ты с ними или с некоторыми вместе грешил, когда они еще жили на земле. И если такой там есть, то сатане они заявят о том, и он тогда имеет право тебя отсюда, где ты стоишь, сбросить туда же, где они. И тогда был вынужден воззвать к ним и спросить, вы, пропавшие души, с кем-нибудь из вас, имел ли я совместный грех, то заявите сатане об этом. Но они не имели что ответить. Тогда я во второй и в третий раз повторил то же самое, но никто из них не мог сатане заявить, что какой-либо грех связывает меня с кем-либо из них. Так и описано в Священном Писании Матфея 18, 18, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Значит, есть такие грехи, которые уходят с нами непрощенные, но если мы у того человека в жизни на земле еще просим прощения, то и то Иисус простит нам. Потом голос у меня спросил. Ну что, никто не заявил сатане об общих с тобой грехах? Я сказал, никто. Их и не было, потому что я в жизни всегда старался иметь такого, и если подобное, простите, потому что я в жизни всегда старался не иметь такого, и если подобное случалось иногда, то я всегда просил прощения. Тогда голос говорил, теперь появится пред тобой сам дьявол в человеческом образе, и он еще продолжит тебя вопрошать об одном грехе, и ты ему ответишь. Сразу же я услышал прилет сатаны, и предо мной он спустился и стоял в человеческом виде. Я смотрел на него и увидел его красные беспокойные глаза, как он смотрел то налево, то направо. Зрачки его вращались, и он никак не мог смотреть прямо в мои глаза. Я наблюдал, как он себя вел, и мне стало очень отвратительно, и вдруг он открыл свой широкий рот, и так громогласно, отвратительно напомнил мне еще один большой грех, и я сразу понял, что такого греха я никогда не делал, это был не мой грех. Только что я хотел отказаться от такого греха, но не успел. Тут быстро явился опять Иисус Христос, и я в первый раз услышал голос его, и он громким голосом сказал, Сатана, уйди отсюда, ибо эта душа такого больше греха не совершила никогда. И дьявол от громоподобного голоса Иисуса Христа получил как бы удар, и сразу Сергей, не больше, а большого. Еще раз. Тут быстро явился опять Иисус Христос, и я в первый раз услышал голос его, и он громким голосом сказал, Сатана, уйди отсюда, ибо эта душа такого большого греха не совершила никакого никогда. Совершила никогда. И дьявол от громоподобного голоса Иисуса Христа получил как бы удар, и сразу отвернулся от меня, и загинул от меня в ту пропасть, где пропавшие человеческие души находились. Этим явлением закрывалась та пропасть, или глубокая яма, и уже предо мною явилась равнина. Я хотел поблагодарить Господа за это, но его тоже не увидел. Потом хороший голос мне говорил, на первых порах сатана проиграл, и теперь ты обратись вправо. Я обернулся вправо, и увидел опять тот райский сад. Потом меня хороший голос спрашивал, видишь ли ты? Да, я ответил, вижу предо мной тот же райский сад. Тогда голос мне сказал, теперь ты подойдешь туда выше, и там увидишь узкую дверь, и там будет Иисус Христос. Он тебе тоже задаст вопросы, а ты будешь отвечать. Ах, это было мне очень интересно и радостно. И так я стал подниматься шаг за шагом ближе к узкой двери, ибо я ее видел, но она была высоко наверху, облака ее затушевали, но она была открыта, и я видел ее левее. Я заметил, что дверь была очень красивая, и на двери находилась ручка блестящая, наподобие золотой сияющей. А на этой ручке я заметил руку нашего Иисуса Христа. А потом он появился во весь рост. Он был большого роста, но похож точно, как мы его видим на картинах в Библии. Я видел его спокойным, радостным, интересующимся, что в нем сила, воля великая, и вид его очень притягательный. Он видно было руководит небом и землей спокойной, спокойно, уверенно, все в его подчинении. Потом я решил задать ему вопрос, почему так много разных верований и течений различных общин в мире? И сразу был мне полный ответ представлен наподобие открытого существа или книги. И я мог увидеть, что вера в Иисуса Христа очень проста. Ивангелие Таана 6, 37 Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню он. Ивангелие от Матфея 11, 28 Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас. Дальше было видно, что разные веры образовались благодаря вредным действиям сатаны, от людей, которые сатане были послушны и подчинялись его мыслям. После чего и получились разные веры, разные течения и были созданы разные общины и разные церкви мусульманские, православные, католические, лютеранские, минонитские и так далее. Организаторы разных общин, которые не равняются апостольскому братству, те будут отвечать перед Господом до разделения, а люди, которые были под их влиянием, безвинны в этом. Поэтому каждый пусть стоит в том месте, поэтому каждый пусть стоит в том крепко, что главная вера в Бога, ибо Он равно получит хвалы и благодарения от всех верующих людей. А дальше в Евангелии все найдете, что нужно быть послушными, что нужно быть послушным Святому Духу. С тех пор мне это ясно стало, что от всех языков и наций входят в Царство Божие, как и найдем о том в Библии записано. Деяние 10.35 Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Дальше я вспомнил, как мне было сказано, что Господь сам мне будет задавать вопросы. И тогда так внимательно посмотрел в лицо Иисуса Христа, и Он серьезно обратился ко мне и спросил «Любишь ли ты меня?» «Да», сразу же ответил я, но Он этим ответом не был доволен, ведь я не имел до этого никаких полезных священных дел и не помог в спасении человеческих душ. И тогда я увидел сам себя, что действительно ничего для Иисуса Христа в его делах до этого не сделал. От этого мне стало очень тяжело, и тогда я сказал «Возлюблю тебя, Господи, так, как в детстве моя мать меня учила молиться тебе». Тогда лицо Иисуса Христа радостно озарилось, но Он опять серьезно отвернулся от меня. Я еще раз посмотрел все свои действия в жизни на земле и убедился в том, что ничего я не сделал для Господа и не принес плодов добрых, то есть духовных. Тогда я испугался того, что вдруг Он скажет мне «Отойди от меня, я никогда не знал тебя, и тогда мне грозит вечная погибель». Но Он этого не сделал, Он долготерпеливый и милостивый, и Его дела не наши, а намного выше. И так я решил про себя сказать Ему «Я люблю тебя от всего сердца и души и служу тебе со всей силой». И Иисус тогда допустил меня ближе к себе и до узкой двери. Я очень возрадовался, но так и не смог подойти ближе. Тогда я стал ближе находиться к Иисусу, «Я решил не смотреть вверх на Его лицо, а посмотреть вниз к ногам Иисуса, ибо я чувствовал себя недостойным смотреть Ему в лицо. И когда я сравнялся с ногами Иисуса Христа, я стал радоваться, и действительно случилось, что Он меня пропустил через эту узкую дверь в райское светлое пространство, и там я летал. Там не так, как на земле, там пола не было, там такой приятный свет и блестящее пространство, но я не могу описать, ибо там такое все сверх естественное, и меня объяла великая радость, и такие сладкие чувства появились, не могу точно указать, как там было. Я решил летать все выше и дальше от этой узкой двери и летал вперед и все вперед и так свободно. И вдруг я решил сделать остановку, чтобы обернуться назад, хотел увидеть еще раз нашего Спасителя Иисуса Христа. Я его увидел неподалеку от меня. Он на одном уровне летел тоже. Тогда он мне посмотрел прямо в глаза, и это было мне очень приятно, ибо его взор сильный, светлый, яркий, наподобие пламенного луча. Так что я узнал и почувствовал, что он видит все. Посмотрел он на меня и увидел образование человеческих мыслей, как написано в Евреям 4.13 Нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет и в любви своей он зовет к себе всех грешников и когда я все это увидел, когда он передал своими глазами и взглядами такую свою мысль, я сомневаюсь в том, примет ли тебя Бог, отец, вопрос, после чего я сразу был вынужден отвернуться от него и больше я его не видел. Тогда хороший голос мне говорил через левое плечо, теперь полетишь выше и явишься перед самим Богом Отцом нашим и Он тебе тоже задаст вопросы и ты будешь отвечать. И так я полетел еще выше и вдруг блеснул такой свет которого я еще не видел. Быстро явился этот свет предо мною и когда я ждал что будет дальше и себя чувствовал так хорошо радостно Он задал мне любезно тот же самый вопрос что Иисус задавал любишь ли ты меня да был ответ но я узнал что мой ответ да не был утвержден делами моими то есть я пришел к Богу бесплодным с пустыми руками и тогда я решил сказать ему что я возлюбил его еще тогда когда моя мама меня учила молиться ему и это было приемлемо им и он подпустил меня ближе что я что и он подпустил меня ближе но опять случилось что совсем до него я не мог подойти тогда я решил сказать ему что люблю его от всего сердца и всею душою и служу ему со всей силой даже при этом обе руки вытянул в стороны от себя чтобы крепче подтвердить как я его хочу любить и служить тогда Бог мне сказал так любезно ты пришел но я тебя еще не звал каждому человеку дан от меня срок жизни на земле я творец и я человека создал и сократить твой срок жизни на земле нельзя путем самоубийства путем пьянства курения и так далее тот погибнет вечно я не могу принять души грешных в вечный рай как описано в библии грешники не войдут туда а ты молился о собственной смерти после того когда Иисус Христос тебе уже все грехи простил тогда Богом был выложен мой единый грех как на яркое большое зеркало я мог увидеть такой большой я мог увидеть какой большой грех это был что я молился о собственной смерти Бог сказал что каждого человека он зовет по имени и потому он спрашивал меня слышал ли ты зов от меня при том такой мягкий голос как ты слышишь сейчас нет я ответил ему не слыхал ты Бог прав и верен твой суд надо мной справедлив и тут же быстро я пал на спину во тьму и в такую что ничего не мог видеть но заметил как моя душа после этого вернулась в тело мое и тогда появились страшные боли и эти боли умножались все больше и больше и вдруг я увидел высоко надо мною блеск какое-то жвало и это спускалось все ниже ко мне и когда уже близко было видено то я увидел что висело надо мною жвало или острый нож тогда хороший голос с левой стороны от меня спрашивал меня видишь ли ты сие да ответил я вижу острый нож надо мною висит наподобие штыка голос мне сказал это есть жвало смертельное и чем ближе к тебе спустится оно тем добавится боли у тебя в теле и когда острый конец коснется твоей груди тогда ты будешь чувствовать тогда ты будешь чувствовать боли очень тяжелые как в ваде как погибшие души имеют вечно такие боли это тоже для того чтобы ты людям мог рассказать о тяжести и муке в вечности что не минуют неверующих людей живущих на земле и так исполнилось жвало спустилось ниже ко мне и боли добавились и когда острый конец жвала коснулся моей груди то я лежал уже как бы в жарком огне я никогда не имел мучительных болей как в это время от этих ужасных болей у меня выступил пот и очень много холодного жена заметила это и отирала лицо мое и сказала что если он до этого не был мертвым то сейчас мой муж умирает ибо пот выходит холодный я все слышал и про себя думал ах если бы вы знали какие муки и боли я терплю вы бы все плакали потом я решил молиться богу о милости и начал молиться о милости и очень много молил и кричал покуда силы во мне истрачены были и мой голос охрип но есть описание в библии что не сразу иногда бог услышит молящегося но он вовремя придет на помощь евангелие от луки 18 7 бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь хотя и медлит защитить их так и было когда я все силы отдал молитвы о спасении и решил сократить мою молитву и сказал из последних сил боже помилуй и когда я отдал последние силы высказывание этих двух слов боже помилуй блеснул опять прежний божий свет и этот свет сконцентрировался в горящий куст предо мною а я в это время был поднят и висел опять в божьем светлом пространстве как раньше это было то есть перед богом и все боли и муки отошли от меня сразу и я чувствовал себя опять очень хорошо потом божий голос из горящего куста мне сказал еще один раз господь бог тебя помилует и простит все и даже этот грех что ты молился о собственной смерти ибо ты не мог еще различать грехи особенно этот потому что нечистый голос со стороны стены тебе предложил что он послан мною по душу твою молись о собственной смерти притом священное писание ты мало знаешь ибо там нигде не написано чтобы люди на земле молились о собственной смерти и так получилось что ты не виновен в том что молился о собственной смерти и взывал ко мне чтобы я тебе дал возможность умереть я это все допустил для того чтобы ты все это увидел и мог рассказать людям как умирает человек с Божьим благословением и с помощью Божией и с чистым сердцем у которого нет грехов потом случилось все так как Бог мне сказал а теперь возвращайся на землю и покажись кто ты теперь есть сразу после этого я был у себя и мог глаза открывать дышать нормально и явилась жизнь во всем теле моем люди которые все еще были вокруг меня обрадовались что я ожил пожелали мне полного выздоровления была привезена ко мне из больницы для денья номер один врач которая не могла установить диагноз болезни моей я и говорил что не болею а только утомлен вот это со мной случилось в 1937 году там написал я Дик Василий Корнеевич Аминь еще у меня был случай такой что увидел я Иисуса Христа это случилось в 1953 году при покаянии моей жены когда я вдруг увидел в нашей квартире своими собственными глазами телесными что стоит Иисус Христос предо мной и вытягивает такую блестящую золотую палку и вокруг себя болит этой палкой жезлом и как раз наводит палку до сердца моей жены в это время и появились три ангела божии и они так радостно смотрели в лицо моей жены и вот я увидал как он блестит в нашем существе в синем одеянии он был и в одеянии такие кружочки были и из этих кружочков сиял свет сильный в комнате и было приятно смотреть в его глаза он так смотрел и радостно все это происходило и вдруг моя жена вскрикнула теперь я тоже прорастаю в духе и так случилось что она с тех пор была тоже принята Иисусом Христом и это зрелище медленно медленно исчезало из нашей комнаты я еще спрашивал жену мою ты не видишь что Иисус Христос здесь и ангелы Божии трое сидят возле тебя она спросила где где и говорит что ничего не видала значит только мне было откровение такое и я очень благодарен Господу за это и в данное время радуюсь что и брат приехал узнать проведение мои вот этот случай такой был второй раз больше я его не видел аминь и вот слушайте еще одно мне самому это очень интересно я считаю вам это тоже будет в помощи другим я после этого видения многократно имел встречи с нашими правителями районными краевыми и местными которые испытывали меня как мне было тогда сказано так все и получилось многократно мне пришлось рассказывать и на русском языке и на немецком языке и высоким людям и обыкновенным людям что многие через это видение спасли и многие через это видение спаслись приняли веру в Бога через Иисуса Христа через Его милости но мне так тяжело на сердце что дети мои не хотят принять Иисуса Христа почему я не знаю я им говорю мы как родители ваши молимся каждый день не забываем молиться о вас не хотим чтобы вы погибли но бойтесь Господь поможет если вы встанете на узкий путь жизни так Сергей ты опять ты опять не выбрасываешь не бойтесь не бойтесь не бойтесь Господь поможет если вы встанете на узкий путь жизни так как Он мне помог хоть было иногда трудно мне свидетельствовать о вере моей в Боге но всегда Он мне помогал и я получил через нашего Иисуса Христа Его помощь в победе во всяких беседах которые случались и вот сейчас люди меня знают далеко далеко и начальство знает меня которое даже заявило что я состою на особом учете и особо они смотрят на действия мои и все же как Господь мне объявил что никто не тронет меня так и исполнилось до сего времени и вы знаете Господь нас благословил как наши родители всегда мы жили в достатке всегда была Божья помощь поэтому и взываем и просим как родители наши примите истинную веру в Бога и следуйте за Ним Он идет впереди как добрый пастырь и дает вам все необходимое для данной жизни а также для вечной жизни на небесах там и будем вместе там и будем встречать наших предков наших родных которые уже умерли давно они нас будут принимать радостно если они там будут также и мы хотим ждать вас именно ждать вас не думайте что это просто я здесь у микрофона сижу наедине и говорю вам спасайтесь спасайтесь дети мои любезные чтобы вы не погибли сейчас время такое что нельзя веровать в бога открыто а вы не смотрите на это а вы не смотрите на это господь хочет и писание гласит так чтобы мы были светильниками чтобы нас знали все что мы являемся верующими людьми что мы свидетельствуем о божьем учении и о божьем спасении о божьей любви и он если мы обратимся истинным сердцем до него он очистит наше сердце и предоставит нам возможность быть его наследником обращаюсь к Ивану сыну нашему старшему если ты услышишь голос наш на этой ленте которая сейчас идет предо мною подумай и прими Иисуса Христа не бойся не стыдись ибо Иисус Христос говорит Марка 8 38 ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным того постыдится и сын человеческий когда приедет в славе отца своего со святыми ангелами Иисус Христос тогда скажет ты стыдился во время жизни человека на земле обо мне свидетельствовать теперь я стыжусь признать тебя своим и скажет и придет время обязательно скажет Матфея 7 23 я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззаконие также и ты Катя ты тоже знаешь какая борьба у нас существовала во время когда ты решила пойти изучать мирские знания и приобрести себе профессию я конечно не против учения вашего ты может не поняла меня в то время но пойми сейчас что все равно долго ли или вскоре Господь встретит и тебя ибо мы жить без Бога можем но умереть без Бога не можем мы предстанем пред судом я и ты ты мне прости все и я тебя прощаю дочь моя и будем вместе и будем радоваться и будем ждать милости Божьей не смотри на то что ты работаешь в такой обстановке что нельзя показать веру в Бога не бойся Катя Господь поможет и тебе чтобы у тебя была вера живая и были дела священные которые оплатит нам Господь Бог дорогой сын Яша обращаюсь к тебе ты же слышал меня ты способен принять веру в Бога так же я чувствую что ты не ожесточен против Бога но смелее поступи и прими к сердцу веру нашего спасителя он и тебя не оставит а поможет и благословит тебя во всем услыши голос мой я молюсь о тебе тоже и верю что ты примешь веру однажды будет момент так же как мне это было и ты примешь веру в Бога и спасешься так же и ты Вася ты мой любезный смотри и не забывай что Господь тебя до ныне ведет и во всех делах Он тебя не оставит а поможет верь в Бога Он тебя благословит тоже так же Бог слово Бог ты уже не один раз пропускаешь с чем это связано так же и ты Вася ты мой любезный смотри и не забывай что Господь Бог тебя до ныне ведет и во всех делах Он тебя не оставит а поможет верь в Бога Он тебя благословит тоже так же Маруся не бойся принять веру в Иисуса Христа и спасайся и все дети мои имеют таланты неплохие так будем же эти таланты использовать для славы нашего Бога Отца Сына и Святого Духа Аминь Приближенная еще не крещеная но как бы в стадии оглашения находящаяся Лена Либерт рассказывает В 1954 В 1954 когда мне было 15 лет я окончила 7 класс Это были те годы когда Дух Божий так ласково и с любовью начинает стучать в сердечную дверь грешника Так было и со мной в 1953 в 1953 году умерла у нас наша дорогая бабушка ей было 78 лет и умерла она очень тяжелой смертью она начала умирать уже в 3 часа дня когда уже глаза ей были закрыты и в 7 часов утра она только скончалась в жизни она мне всегда говорила и предупреждала часто Лена ты должна покаяться пред Господом эти слова мне особенно казались смешными над которыми я часто смеялась теперь у койки покойницы я все это вспоминала что она мне так часто и серьезно говорила было поздно вечером я немного легла отдохнуть и сразу же заснула мне прияснилось что я иду с моей любимой бабушкой по узкой доске вдруг она повернулась ко мне очень тревожно и погрозила пальцем Лена ты должна покаяться Господу когда поняла эти слова и я ее больше не видела возле меня о какой страх я видела между местом где была умершая глубокую канаву бабушка стояла с той стороны канавы и там было очень светло и хорошо а я стояла здесь и здесь была ужасная тьма от этого ужаса я проснулась но это был ведь только сон бабушка умерла и вместе с тем замирал во мне душевный страх но мой Иисус искал заблудшую овцу также он искал и меня в пустыне где нет ни потока воды и нет следа пищи в 1949 году у меня случилась первая операция аппендицита операция прошла неудачно и так я эти годы всех ворала болезнь становилась все острее а в 1950 году я заболела так что больше не могла ходить в 1950 году у нас забрали двух проповедников брата Кнел и брата Петкао и дали им по 25 лет заключения за распространение Божьего Слова и что за диво 1 июня 1954 года они вернулись домой как только они вернулись моя мама сразу сказала мне они вернулись для того чтобы покаялась чтобы ты покаялась прервана запись дух Божий все сильнее стал стучать в мое сердце тогда голос мне говорил я должна домой вернуться и там покаяться вдруг сделают мне операцию и я помру и где я тогда буду в вечной пропасти ада и так 17 июля меня выписали из больницы придя домой я сразу же легла в постель сильный голос сказал мне ты должна покаяться ведь врачи земные а он на небе 19 июля у меня были страшные боли по всему телу и к вечеру нижняя часть тела до живота была как мертвая врачи сделали уколы но боли продолжались койки подошла моя мама и сказала мне позовем еще братьев и сестер и будем петь и молиться если это воля божия ты выздоровеешь а если нет то ты можешь с миром уйти из этой жизни и там отдохнуть мое гордое сердце было почти как хамень и я ответила как хотите можете позвать или не надо летним вечером у нас было много братьев и сестер они пели и брат Кнел говорил очень интересно как раз для меня когда они уже хотели разойтись я сказала пойте еще песню я слышу Иисуса зов когда пропели эту песню брат Кнел встал и сказал мне правда ли это что ты слышишь зов так открой же ему свое сердце и откликнешь на слова любимого Иисуса ибо это зов любви и смирения было уже поздно когда все ушли а голос беспрерывно говорил мне это зов любви и смирения впусти же его и покайся но тогда пришел и лукавый и говорил мне тихо ухо ты молодая еще живи радуйся в мире а когда состаришься тогда можешь покаяться ночью с 21 июля по 22 была очень встревожена и ясно слышала как голос говорил мне когда ты придешь и почему не сейчас тогда я подумала я хочу молиться чтобы Иисус Христос меня услышал сразу же сказал другой голос так же тихо и спокойно для тебя уже поздно и поздно навсегда можешь уже не молиться благодать и Господа осталась позади о какой ужасный смысл поздно у меня все поплыло перед глазами я поняла что я самая великая грешница что никто столько не грешил как я и в сердце мелькнуло ты пропала и душевные страх и боли были так велики что я чуть не кричала мой отец ушел в два часа на работу в штабку и приходил только пол первого или в час домой сестра и тети пошли в лес за ягодами было четыре часа дня и в моей койке стояли моя любимая мама и подруга моя наконец-то мое гордое я преломилось и я крикнула мама я пропала я грешнее всех и для меня спасения больше нет нет сказала мама тебе стоит спросить у твоего сердца в которое Господь Иисус Христос стучит так нежно и смиренно открой же ему свое сердце последние слова я уже не расслышал я уже нашла слова и силы сбросить камень с моего сердца и при помощи силы Господня разбить его с моего сердца падали один камень за другим и в молитве голос сказал мне благодари своего спасителя ибо он тебе уже давно все простил тогда я благодарила что мой любимый спаситель из-за меня умер как из-за всех и понес на себе все мои грехи я увидела пред собой большой крест а на нем висел Иисус Христос и так спокойно глядел он на меня терновый венок вдавлен был глубоко в голову кровь текла его кровь текла по его лицу и прямо ко мне в сердце когда это все исчезло я увидела свою маму она стояла возле моей постели и молилась я обняла ее и прижала к сердцу и в слезах спросила может ли она мне все простить в чем я ее обидела да сказала она ты уже давно прощена ты теперь моя дочь и сестра во Христе я сказала мама дайте мне Библию я хочу питаться хлебом жизни я спасена я видела Иисуса на кресте и сразу же после этого акта спасения мне показалось будто со мной должно еще свершиться что-то важное 25 июля у нас было много братьев и сестер они пели и благодарили спасителя когда все разошлись у меня на душе было будто я кого-то ждала было уже поздно вечером у моей постели было были только мои родители вдруг я увидела что я нахожусь уже не в доме и вижу прекрасные небесные пальмы окружили меня и вокруг меня стояли ангелы в венках и пели голоса звучали с какой-то проницаемой силой когда они кончили петь я увидела большого ангела идущего ко мне он был намного больше тех и сказал мне глядя при этом так серьезно утешайтесь надеждой в скорби и будьте терпеливы молитесь постоянно римлянам 12 12 когда он исчез я ничего больше не видела только страшная черная стена стояла предо мной мне стало страшно глядя на эту страшную темноту я вспомнила слова того ангела молитесь постоянно с большой верой я начала молиться и просить чтобы иисус помиловал меня и убрал эту черную стену я видела как две руки сдвинули эту стену и этот ангел в белом платье и с пальмой в руке стоял передо мной он ласково смотрел на меня и сказал ты была в искушении от дьявола если бы ты не молилась дьявол бы утащил тебя туда в то страшное место куда попадут пропавшие души которые умирают без бога но теперь ты увидишь блаженство рая ты спасена и можешь больше не страшиться я сяду к тебе на койку и буду тебя защищать а когда твой духовный глаз закроется ты почувствуешь мою близость и помощь он сел ко мне и сказал скажи всем верующим честным детям божьим что у каждого есть такой ангел хранитель который каждого охраняет на всех путях и каждый блаженный получит венец и в нем будут сверкать звездочки и брат Кнел получит прекрасный венец у меня появилось желание видеть будущее из спасенных тогда ангел сказал что я это увижу но не раньше как многие люди покаются от моего свидетельства я засомневалась и подумала как же я могу так молиться чтобы через мои молитвы люди покаялись ибо был бы человек тот хотя знакомый ангел спросил меня почему я так думаю ты пред господом прах но твоя молитва должна быть как огонь этой души мы уже давно ждем иди молись и тебе будет все показано молиться я должна была в другой комнате и повернуться к восходу солнца и встать на колени так как у меня в ногах уже не было чувствительности то как только я пришла на это место где молилась ноги мои согнулись и я на коленях могла призывать господа тогда в молитве ангел мне указал нашего соседа парня ему было 19 лет он работал с моим отцом в шахте и месяц жил у нас на квартире его имя Федя Кригер когда он мне указал на него он сразу сел и показал его грехи которые он совершил с 12 лет и до сих пор все было записано в книгу жизни и мне показалось это страшно я подумала что такое нельзя ни за что простить тогда ангел сказал мне ты должна беспрерывно молиться ибо мы очень ждем этого грешника он нам очень нужен ненужных работников виноградники Иисуса вместо нет он сказал еще ты должна ему спеть песни если в сердце что-то отзовется то покается он уже сегодня когда я ему спела их он пошел домой и сказал на это место я больше не приду там еще заставят меня молиться он не хотел покаяться а желал радоваться в мире этом ангел сказал мне чтобы я молилась ибо скоро на небе будет большая радость и так я молилась в другой комнате два дня а на третий день утром ангел сказал мне ты иди еще и молись ибо весь рай ждет этой души когда он это сказал я посмотрела так в воздух увидела как там тысячи и миллионы ангелов стояли и все смотрели на меня с ожиданием это было так прекрасно видеть что воздух так наполнил небесными слугами и небесный веющий воздух так покойно веял и большой ангел мне сказал что я должна еще молиться этот юноша работал в шахте с 8 часов утра до 4 если он шел домой он должен был пройти мимо нашего дома он знал что его обратно позовут а он ни за что не хотел покаяться поэтому он обошел кругом чтобы его никто не увидел ангел сказал мне скажи отцу чтобы он позвал его ибо мы все его ждем я все еще молилась когда юноша пришел ангел показал мне его сердце какое оно черное какая в нем происходит борьба вдруг ангел сказал мне иди и еще молись сердце юноши начинает светлеть сердце уже стало наполовину белая иди и еще молись юноша тоже встал на колени у койки и стал молиться и другая часть сердца его стала чистой я еще раз помолилась на койке и увидела как две руки открыли небо и там такое восхищение и радость я услышала как ангелы и блаженные играли на арфы как радовались и благодарили иисуса христа за его жертву ангел сказал такая радость на небе если грешник покается и этому прощены все грехи и он омыт кровью христа иисус больше не вспомнит что он нагрешил и я это тоже должна забыть и никому об этом не говорить он теперь будет преданным работником и чтобы он сел на мою койку и все увидел и не сомневался а стойко стоял в двери тогда вид небесного рая скрылся и ангел сказал что я не могу оставаться там а должна возвращаться на землю и здесь нести тяжелое бремя он сказал теперь иди и мы шли по узкой тропе а с обоих сторон стояли пальмы мы подошли к воротам когда мы подошли ближе то большие ворота открылись и ангел сказал что я еще входить не могу а чтобы я встала у порога двери и он мне все покажет я увидела длинный стол конца его я не могла видеть он был покрыт белым шелком а на стое стояли золотые чаши с виноградом он мне дал один виноград но такой удивительный ароматный вкус что от одного вкуса все ликовало во мне он показал мне еще конец стола я увидела золотой бокал с вином и хлебом ангел сказал мне это скоро будет и для тебя он протянул правую руку и показал мне я слышала и видела большие часы они били а изредка показалось мне пол двенадцатого а стрелка показала мне пол двенадцатого ангел сказал осталось еще пол часа и Иисус придет на землю забрать всех любящих его к этому столу и здесь они будут ликовать скоро скоро придет Господь скажи своему отцу чтобы он всем сказал что есть Бог Спаситель который все грехи простит и время на часах уже пол двенадцатого а теперь иди ты больше не сможешь здесь оставаться когда мы шли обратно ангел сказал мне что теперь я увижу свою бабушку я издалека услышала песню что за друга мы имеем и казалось будто поет целый хор вдруг я увидела что бабушка поет одна когда она спела спросила меня ты еще помнишь что ты видела во сне что между нами глубокая канава канавы больше нет это были твои грехи но ты спасена ты должна возвращаться на землю и нести тяжелое бремя но ты взирай вверх и ты должна всем людям рассказать что ты видела и тогда ты скоро тоже придешь сюда я снова слышала пение она пела радостно и непрестанно окончив эту песню она сказала лена будь всегда бодрой на земле чтобы мир увидел что ты из тьмы пришла к свету верующие не должны быть унылыми а всегда должны быть радостными и быть светильниками я должна идти но мы скоро увидимся когда она исчезла ангел сказал мне теперь слушай что я тебе скажу 365 раз в библии написано радуйтесь и 365 дней в году это значит что мы каждый день должны радоваться во Христе многие верующие говорят что ходить в кино не грех разве ходил Христос в кино или кто из последователей Иисуса и там не наше место если Господь придет он своих заберет оттуда он никого не заберет ангел сказал что тот юноша не верит что ты нас видишь и с нами говоришь ты должна сказать ему четверть его секретных грехов и он поверит я ему сказал те грехи которые он был я я ему убежден что никто на свете не знает о них и ангел сказал мне он преданный и верит всему ему никакие ветры не преградят путь теперь у нас преданный и верный работник виноградники он так серьезно посмотрел на меня и сказал черные тяжелые тучи пройдут над тобой они опустятся до самой земли но будьте бодрыми всегда молитесь и ничего не случится с вами потом он сказал что я могу еще раз посмотреть как святые ангелы поют и играют на архах в раю две руки обратно открыли рай и я увидела как там ликуют где только любовь и мир без конца потом ангел сказал твоя мама просит давно чтобы господь ей дал знать где находится ее покойная мама скажи ей что она сидит под пальмой и отдыхает вечно я взглянула и увидела ее там ликующий но сказал ангел теперь иди ты не можешь оставаться здесь вернись на землю там будешь нести тяжелый крест но будь спокойно я буду всегда с тобой если третий раз увидишь рай открытым ты останешься здесь навсегда и когда он это сказал мне показалось будто я в первый раз глаза открыла я увидела что стены голые без картин все пусто никого из людей вокруг нет и я сразу поняла что нахожусь в больнице как я туда попала не помню мне же казалось будто я уже была не на земле мне стало грустно и я вспомнила слова из песни там вдали находится та страна меня так тянуло к той стране блаженства где я так долго была и теперь я обратно вернулась на эту грешную скорбную землю но ангел меня и там не забывал он и в больнице еще несколько раз показался я видела что он на то место и я видела что на то место из людей никто не сел и это место святое там сидел ангел многое и дорогое для меня спаситель там еще открыл когда ангел в последний раз пришел и он попрощался со мной и сказал что мой духовный глаз закроется но я должна всегда молиться и тогда он на всех путях будет со мной и защитить меня от всех несчастья но только чтобы я возлагала всю надежду на господа и еще он сказал чтобы с этого часа я всем сказала об этом большом диве и милости нашего господа так ангел хранитель до сих пор охраняет меня дорогие братья и сестры которые будут считать это диво верьте что и вас ангел охраняет и пусть каждый грешник будет послушен голосу господа и говорит покайся ибо скоро он придет аминь так так дело обстоит у сектантов и вот как подобное явление показано у православных уже в наши дни написано по благословению святейшего патриарха московского и все руси Алексия второго рассказ об происшедшем в городе Барнауле с Клавдией Устюжаниной в 1976 году рассказ К.Н. Устюжаниной дословно записан ее сыном протоиереем Андреем Устюжаниным я Устюжанина Клавдия Никитишна родилась 5 марта 1919 года в селе Ярке Новосибирской области в многодетной семье крестьянина Никиты Трофимовича Устюжанина В семье нас было 14 детей но Господь не оставлял нас своей милостью В 1928 году я лишилась матери старшие братья и сестры пошли работать я была в семье предпоследним ребенком Отца народ очень любил за отзывчивость и справедливость он помогал нуждающимся всем чем только мог когда он заболел брюшным кифом то тяжело пришлось семье но Господь не оставил нас в 1934 году отца не стало после семилетки я пошла учиться в техникум а затем окончила курсы шоферов 1943 я вышла замуж через год родилась дочь Александра простите ты живешь я считаешь 47 ну как так так окончила курсы шоферов в 1943 в 1945 годах в 1937 году я вышла замуж через год родилась дочь Александра но через два года она заболела и умерла после войны я потеряла мужа тяжело было одной приходилось работать на всяких работах и должностях в 1941 году у меня стала болеть поджелудочная железа я стала обращаться к врачам за помощью вышла второй раз замуж детей у нас долго не было наконец в 1956 году у меня родился сын Андрюша когда ребенку исполнилось 9 месяцев мы с мужем разошлись потому что он сильно пил ревновал меня плохо относился к сыну в 1963 1964 я вынуждена была лечь в больницу на обследование у меня была обнаружена злокачественная опухоль однако не желая меня расстраивать мне сказали что опухоль доброкачественная я хотел чтобы мне сказали правду ничего не скрывая но мне сообщили только что карточка моя находится в онкологическом диспансере придя туда и желая узнать правду я выдала себя за свою сестру которая интересуется историей болезни родственницы мне ответили что у меня злокачественная опухоль или так называемый рак прежде чем лечь на операцию мне нужно было в случае смерти устроить сына и произвести опись имущества когда опись была сделана то стали у родственников спрашивать кто возьмет к себе моего сына но все но все от него отказались и тогда оформили его в детский дом 17 февраля 1964 года я сделала дела в своем магазине а 19 февраля была уже на операции проводил ее известный профессор израиль исаевич нейрмарк еврей по национальности вместе с тремя врачами и семью практикантами студентами вырезать что-либо из желудка было бесполезно так как весь он был охвачен раком было выкачано полтора еще раз вырезать что-либо из желудка было бесполезно так как весь он был охвачен раком Было выкачано полтора литра гноя. Прямо на операционном столе наступила смерть. Сам процесс отделения моей души от тела я не чувствовал. Только вдруг увидел я свое тело со стороны так, как мы видим, например, какую-нибудь вещь. Пальто, стол и тому подобное. Вижу, как вокруг моего тела суетятся люди, стараясь вернуть меня к жизни. Я все слышу и понимаю, о чем они говорят. Чувствую и переживаю, но дать им знать, что я здесь не могу. Вдруг я оказалась в близких и родных мне местах. Там, где меня когда-либо обижали. Где я плакала и в других трудных и памятных мне местах. Однако, я не видела возле себя никого. Микрофон не включен, Сергей. Сам процесс отделения моей души от тела я не чувствовал. Только вдруг увидела я свое тело со стороны так, как мы видим, например, какую-нибудь вещь. Пальто, стол и тому подобное. Вижу, как вокруг моего тела суетятся люди, стараясь вернуть меня к жизни. Я все слышу и понимаю, о чем они говорят. Чувствую и переживаю. Но дать им знать, что я здесь не могу. Вдруг я оказалась в близких и родных мне местах. Там, где меня когда-либо обижали. Там, где я плакала и в других трудных и памятных мне местах. Однако, я не видела возле себя никого. И сколько ушло времени на то, чтобы я могла побывать в этих местах. И каким способом осуществлялось мое предвижение. Для меня все это осталось непостижимой тайной. Неожиданно я оказалась в совершенно незнакомой мне местности, где не было ни жилых домов, ни людей, ни леса, ни растений. Тут я увидела зеленую аллею. Не очень широкую и не очень узкую. Хоть я находилась на этой аллее в горизонтальном положении, но лежала не на самой траве, а на темном квадратном предмете. Примерно полтора на полтора метра. Однако, из какого он был материала, я не могла определить, так как была не в состоянии осизать его своими руками. Не очень холодно и не очень жарко. Я не видела, чтобы там светило солнце. Однако, нельзя сказать, чтобы погода была пасмурной. У меня появилось желание спросить у кого-нибудь о том, где я нахожусь. На западной стороне я увидела ворота, напоминающие своей формой царские врата в Храме Божьем. Сияние же от них было настолько сильное, что если бы можно было сравнить сияние золота или другого какого металла драгоценного с их блеском, то оно было бы в сравнении с этими вратами углем. Не сияние, а материал. Примера редакции, примечания редактора. Вдруг я увидела, что с востока по направлению ко мне идет высокого роста женщина, строго одетая в длинное одеяние, как я узнала позднее монашеское, с покрытой головой. Видны были строгое лицо, концы пальцев рук и часть ступни при ходьбе. Когда она становилась ногою на траву, то та сгибалась, а когда убирала ногу, то трава разгибалась, принимая свое прежнее положение. Не так, как бывает обычно. Возле нее шел ребенок, который доставал ей только до плеча. Я старалась увидеть его лицо, но мне так это и не удалось, потому что он все время поворачивался ко мне или боком, или спиной. Как я узнала позже, это был мой ангел-хранитель. Я обрадовалась, думая, что когда они подойдут поближе, то я смогу узнать у них, где нахожусь. Все время ребенок что-то просил у женщины, гладил ее руку, но она очень холодно обращалась с ним, не внимая ее просьбам. Тогда я подумала, какая она безжалостная. Если бы мой сын Андрюша просил у меня чего-нибудь так, как просит у нее этот ребенок, то я бы даже на последние деньги купила ему то, что он просит. Не доходя полтора или два метра, Женщина, подняв кверху глаза, спросила «Господи, куда ее?» Я услышала голос, который ответил ей «Ее надо спустить обратно, она не в срок умерла». Это был как бы плачущий мужской голос. Если бы можно было его определить, то это был бы баритон бархатного оттенка. Когда я услышал это, то поняла, что нахожусь не в каком-то городе, а на небесах. Но вместе с тем у меня появилась надежда на то, что я смогу спуститься на землю. Женщина спросила «Господи, на чем ее спустить? У нее короткий волос». Я вновь услышала ответ «Дай ей косу в правую руку под цвет ее волос». После этих слов Женщина вошла в раннее виденные мною ворота, а ее ребенок остался стоять возле меня. Когда не стало ее, то я подумал, что если эта женщина говорила с Богом, то и я могу и спросила. «У нас на земле говорят, что у вас здесь где-то рай есть». Однако ответа на мой вопрос не последовало. Тогда я еще раз обратилась к Господу. «У меня остался маленький ребенок». И слышу в ответ «Я знаю, тебе жаль его?» «Да», – отвечаю и слышу. «Так вот, мне вас каждого в три раза жальче, а вас у меня столько, что нет числа такого. Вы по моей благодати ходите, моей благодатью дышите, и меня же по-всякому склоняете». И еще я услышала. «Молись, век мизерной жизни остался. Не та молитва сильна, которую ты где-то вычитала или выучила, а та, которая от чистого сердца. Стань в любом месте и скажи мне, «Господи, помоги мне, Господи, дай мне». «Я вас вижу, я вас слышу». В это время вернулась женщина с косою, и я услышала голос, обращающийся к ней. «Покажи ей рай». Она спрашивает, где здесь рай есть. Женщина подошла ко мне и протянула надо мной свою руку. Как только она так сделала, меня как будто током подбросила, я сразу же оказалась в вертикальном положении. После этого она обратилась ко мне со словами. «Ваша рай на земле, а здесь вот какой рай». И показала мне по левую сторону. И тут я увидела великое множество людей, тесно стоящих друг к другу. Все они были черные, обтянутые обгорелой кожей. Их было так много, что, как говорится, яблоку негде упасть. Белыми были только белки глаз и зубы. От них шел такой невыносимый смрад, что, когда я уже ожила, то еще некоторое время ощущала его. Запах в туалете по сравнению с ним, как духи. Люди переговаривались между собой. Это с земного рая прибыла. Они старались узнать меня, но я никого из них не могла опознать. Та женщина сказала мне, «Для этих людей самая дорогая милостына на земле – вода. Одной каплей воды напивается бесчисленное множество людей. Потом она вновь провела рукой, и людей не стало видно. Но вдруг я вижу, что в мою сторону движутся 12 предметов. Тачки, но только без людей, которые перемещали бы их. Эти предметы передвигались самостоятельно. Когда они подплыли ко мне, женщина дала мне косу в правую руку и сказала, «Наступай на эти тачки и иди все время вперед». И я пошла вначале правой ногой, а потом приставляя к ней левую. Не так, как мы ходим, правой-левой. Тогда я таким образом дошла до последней, двенадцатой, то она оказалась без дна. Увидела я и всю землю, да так хорошо, четко и ясно, как мы и ладонь-то свою не видим. Увидела храм, возле него магазин, в котором я последнее время работала. Я сказала, что работаю в этом магазине. Я знаю, послышался ответ. А я подумала, если она знает, что я там работал, то выходит, она знает, и чем я там занималась. Увидела я и наших священников, стоявших к нам спиною в гражданской одежде. Женщина спросила меня, знаешь ли ты кого-нибудь из них? Присмотревшись к ним повнимательнее, я указала на отца Николая Войтовича и назвала его по имени-отчеству, как это делают советские люди. Клавдия Устежанина через несколько лет после операции «Смерть и воскресенье» когда это был он, на нем был костюм, которого раньше я никогда не видела. Женщина сказала, «Становись сюда!» Я ответила, «Здесь нет дна, я упаду и слышу, нам и надо, чтобы ты упала, но я разобьюсь, не бойся, не разобьешься». Затем она тряхнула косою, и я очутилась в морге в своем теле. Так или каким способом я вошла в него, как или каким способом я вошла в него, не знаю. В это время в морг внесли мужчину, у которого была отрезана нога. Кто-то из санитаров заметил во мне признаки жизни. Сообщили об этом врачам, и они приняли все необходимые меры ко спасению. Дали мне кислородную подушку, сделали уколы. Уколы. Мертвой пробыла я трое суток. Умерла 19 февраля 1964 года, а жила 22 февраля. Через несколько дней, не зашив как следует горло и оставив свищу в боку живота, меня выписали домой. Громко говорить я не могла, поэтому произносила слова шепотом. Повредили голосовые связки. Когда я еще находилась в больнице, мой мозг оттаивал очень медленно. Это проявлялось таким образом. Например, я понимала, что это моя вещь, но как она называется, сразу вспомнить не могла. Или когда ко мне приходил мой сын, то я понимала, что это мой ребенок, но как его знать, не могла сразу вспомнить. даже тогда, когда я находилась в таком состоянии, если бы меня попросили рассказать о том, что я видела, я бы это сразу исполнила. С каждым днем мне становилось лучше и лучше. Незашитое горло и свищ в боку живота не давали мне правильно есть. Когда я что-нибудь ела, то часть пищи проходила через горло и свищ. В марте 1964 года я легла на повторную операцию для того, чтобы узнать о состоянии своего здоровья и чтобы зашили мне швы. Повторную операцию проводила известный врач Алябьева Валентина Васильевна. Во время операции я видела, как врачи копаются в моих внутренностях и, желая знать мое состояние, задавали мне различные вопросы. Я отвечал на них. После операции Валентина Васильевна в сильном волнении сказала мне, что в организме нет даже и подозрения на то, что у меня был рак желудка. Все внутри было как у новорожденной. После повторной операции я пришла на квартиру к Израилю Исаевичу в нейрмарку и спросила его, как вы могли так ошибиться? Нас если мы ошибемся судят. Это было исключено, так как я все это видел сам. Видели это все присутствующие со мной ассистенты и, наконец, это подтвердил анализ. Он ответил. По милости Божией первое время я чувствовал себя очень хорошо. Стало ходить в церковь, причащаться. Все это время меня интересовал вопрос. Кто была та женщина, которую я видела на небе? Однажды, находясь в храме, я узнала ее образ на одной из икон Божьей Матери, Казанская икона, примечание редактора. Тогда я поняла, что это была сама Царица Небесная. Сказав отцу Николая Войтовичу о том, что было со мной, я упомянула о костюме, в котором его тогда видела. Он был очень поражен услышанным и несколько смущен тем обстоятельством, что этот костюм он до этого времени ни разу не надевал. Враг рода человеческого стал строить различные козни. Много раз я просила Господа показать мне злую силу. До чего же неразумен человек? Подчас мы и сами не знаем, что просим и что нам нужно. Однажды мимо нашего дома с музыкой проносили покойника. Мне стало интересно, кого хоронят. И открыло ворота, и о ужас! Трудно представить состояние, которое охватило меня в тот момент. Передо мной предстало неописуемое зрелище. Это было настолько ужасно, что нет слов выразить то состояние, в котором я оказалась. Я увидела множество злых духов. Они сидели на гробе и на самом покойнике, и все вокруг было заполнено ими. Носились они в воздухе и радовались, что завладели еще одной душой. Господи, помилуй, невольно вырвалась из моих уст, я перекрестилась и закрыла калитку. я стала просить Господа помочь мне и в дальнейшем перенести козни злого духа, укрепить мои немощные силы и слабую веру. Во второй половине нашего дома жила семья, которая была связана со злой силой. Они старались найти различные способы, чтобы испортить меня, но Господь доборы и времени не допускал этого. В это время у нас были собака с кошкой, на которых постоянно нападал злой дух. Стоило им съесть что-либо подброшенное этими колдунами, как бедные животные начинали неестественно корюжиться и изгибаться. Мы им быстро выносили святую воду и злая сила сразу оставляла их. Однажды по допущению Божию им удалось испортить меня. В это время мой сын находился в интернате. У меня отнялись ноги. Несколько дней я пролежала одна без пищи и воды. Тогда еще никто не знал о случившемся со мною. Простите. Несколько дней я пролежала одна без пищи и воды. Тогда еще никто в интернате не в интернете. Сын находился. В это время мой сын находился в интернате. У меня отнялись ноги. Несколько дней я пролежала одна без пищи и воды. Тогда еще никто не знал о случившемся со мною. Мне оставалось одно уповать на милость Божию. Но неизреченно его милость к нам грешным. Однажды утром ко мне пришла пожилая женщина тайная монашка и стала за мной ухаживать. Убирала готовила. Руками я владела свободно и чтобы я могла с их помощью садиться к задней спинке кровати в ног привязали веревку. Но враг рода человеческого старался погубить душу различными путями. Я чувствовала как в моем сознании происходила борьба двух сил зла и добра. Одни мне внушали ты теперь никому не нужна. Больше тебе такой какой ты была раньше никогда не быть поэтому лучше тебе не жить на этом свете. Но мое сознание озарялось другой уже светлой мыслью. Но ведь живут же на свете коллеги уроды почему же я не должна жить? Опять подступали злые силы. Все тебя называют дурой так задушись. А другая мысль отвечала ей лучше дурою дожить чем умную догнить. Я чувствовала что вторая мысль светлая ближе и роднее мне. Осознание этого становилось спокойнее и радостнее. Но враг не оставлял меня в покое. Однажды я проснулась от того что что-то мешало мне. А оказалось что веревка была перевязана от ног к изголовью кровати. А мою шею обвивала петля. Я часто просила Матери Божьей и все небесные силы и исцелить меня от моего недуга. Однажды ухаживающая за мной матушка переделав домашнюю работу и наготовив еду закрыла все двери на запоры. Легла на диван и уснула. Я в это время молилась. Вдруг вижу как в комнату вошла высокого роста женщина. С помощью веревки я подтянулась и села вошедшую. Женщина подошла к моей кровати и спросила «Что у тебя болит?» Я ответила «Ноги». И тут она стала немного удаляться, а я, стараясь получше ее рассмотреть, не замечая того, что делаю, стала постепенно опускать свои ноги на пол. Она еще дважды задала мне этот вопрос и столько же раз я ответила «Что у меня болят ноги». Вдруг женщины не стало. Я не сознавая, что стою на ногах, прошла в кухню и стала оглядываться, недоумевая, куда могла деться эта женщина и подумала, что она что-то взяла. В это время проснулась матушка. Я ей рассказала о женщине и своих подозрениях, а она с удивлением сказала «Клава, ведь ты ходишь, только тогда я поняла, что произошло и слезы благодарности за совершенное Божьей Матерью чудо покрыли мое лицо. Дивные дела Твои Господи». Недалеко от нашего города Барнаула находится источник, который называется Ключик. Много людей получали там исцеление от различных недугов. Со всех сторон съезжались туда люди, чтобы попить святой воды, помазаться чудотворной грязью. Но главное, чтобы исцелиться. Необычайно холодная, обжигающая тело вода в этом источнике. По милости Божией, я несколько раз побывала на этом святом месте. Мы каждый раз добирались туда на попутных машинах, и каждый раз я получала облегчение. Однажды, попросив шофера уступить мне место, я повела машину сама. Приехали мы на источник, стали купаться. Вода ледяная, но не было случая, чтобы кто-то заболел или хотя бы получил насморк. Искупавшись, я вышла из воды и стала молиться Богу, Божьей Матери, святелю Николаю, и вдруг вижу, как в воде появилась Божья Матерь. Божья Матерь, виденная мною во время моей смерти. С благоговением и теплым чувством я смотрел на нее. Так продолжалось несколько минут. Постепенно лик Божьей Матери стал исчезать, и вот уже нельзя было ничего различить. Это чудо видела не я одна, но многие присутствующие здесь люди. С благодарной молитвой обратились мы ко Господу и Божьей Матери, явившим нам грешным свою милость. Слава Вышнюю Богу и на земле мир, в человеческих благоволения. Это не женщина, друг мой, это каждому ласки свои расточает безумные юность. Простите. Это не женщина, друг мой, что каждому ласки свои расточает безумные. Юность не сводит на оргии шумные, горьким лапзанием к ложу продажному. Это не женщина, друг мой. Эдема на мне отверзает она бесконечного. Это злой гений, не спосланный демоном. Нет в ней прекрасного, нет в ней сердечного. Женщина, кроткое божье создание. Женщина, мать, Магдалина смущенная, тачья, отерла коса благовонная, ноги Иисуса в часы покаяния. Женщина, отблеск сияния майского, луч золотой над гробницей нетления. Женщина, тень исселения райского, женщина, счастье, любовь и прощение. Автор Фофанов. Я жить хочу, кричит он дерзновенный, пускай обман, о, дайте мне обман, и в мыслях нет, что это лед мгновенный, а там под ним бездонный океан. Бежать куда, где правда, где ошибка, опора, где, чтоб руки простереть, что не рассвет живой, что не улыбка, уже над ними торжествует смерть. Слепцы напрасно ищут, где дорога, доверясь чувств, живым поводырям, но если жизнь базар крикливый Бога, то только смерть его бессмертный храм. Евангелие от Луки 21 глава 36 стих. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына человеческого. 2 Коринфянам 5 10 Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Деяние 17 32 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Есть люди, будь лишь им приятель, то первый ты у них и гений, и писатель, зато уже другой, как хочешь сладко поет, не только, чтоб от них похвал себе дождаться, в нем красоты они и чувствовать боятся, хоть может быть я тем немного досажу, но вместо басни быльно это им скажу. Во храме проповедник, он в красноречии Платона был наследник, прихожан поучал на добрые дела, речь сладкая, как мед из уст его текла, в ней правда чисто, казалось без искусства, как цепью золотой, возъемля к небесам все помыслы и чувства, сей обличала мир, исполненный тщетой. Душ пастырь кончил поучение, но всяк ему еще внимал, и до небес, восхищенный в сердечном умиленье, не чувствовал своих текущих слез. когда ж из божьего миряня вышли дому, какой приятный дар, из слушателей тук тут сказал один другому, какая сладость, жар, как сильно он влечет к добру сердца народа, а у тебя, сосед, знать черствая природа, что на тебе слезинки не видать, или ты не понимал, но как не понимать, да плакать мне какая стать, ведь я не здешнего прихода. Крылов 1821-1823 годы не ни им не не Продолжение следует...